Марий Херманссон. С чистого листа. Роман. Перевод со шведского Александра Анвайера. Москва. ЗАО. Издательство. Центр Полиграф. 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Великий шанс. Глава первая. Издали детская площадка красными домиками, гимнастическими стенками, башенками, туннелями и горками напоминала маленький сказочный городок. Ренни сидел на скамьевте небольшого развесистого дуба. Была уже середина августа. Некоторые горожане продолжали отдыхать в отпусках, но большинство уже вернулось к работе. Во всяком случае, дети из садика, часто приходившие играть на площадку, являлись, кажется, в полном составе. Дети приходили на площадку по посыпанной песком дорожке длинной колонной подвое, крепко держась за руки. Впереди одна воспитательница, в конце строя еще две. Все детки были одеты в одинаковые красные курточки. Наряженные как близнецы, малыши веселились, словно сказочные гномики. Хотя у одинаковости красных курточек была очень серьезная история. Эту форму вели во многих детских садах после того, как один мальчик во время прогулки убежал в лес и заблудился. Через несколько дней малыша нашли мертвым. Обжегшись на молоке, начиная ждуть на воду. Теперь в детских садах няни одевали детей в заметную одежду каждый раз, когда они хоть на полчаса высовывали нос на улицу. Рейни подумал, что едва ли есть опасность, что какой-нибудь ребенок заблудится и пропадет здесь, в парке, в центре города. Одетые в красные малыши вошли на площадку. Строй рассыпался, дети разбежались по территории, осваивая домики, качели и лесенки. Маленький белокурый мальчик с шоколадно-карими глазами оседлал деревянные качели, сделанные в виде какого-то странного, отдаленно напоминающего слона-животного, и счастливо смеясь, принялся раскачиваться, откинувшись назад всем телом. «Как же он хорош!» — подумал Рейни, как маленький принц. Мальчик заметил Рейни. Глаза их встретились. Малыш отважно спрыгнул, с продолжавшего качаться слона, подбежал к Рейни и уселся рядом с ним на скамью. Малыш говорил безумолку. Он рассказывал обо всем на свете, об играх, товарищах, телепередачах, о всякой всячине. Время от времени он смеялся, показывая белоснежные молочные зубки. Смеясь, словно обессилев, прижимался к руке Рейни. Потом он вдруг обнаруживал на горке друзей, что-то кричал им и исчезал так же внезапно, как и появлялся. Рейни был зачарован. В этом мальчугане было что-то особенное. Он часто подбегал к Рейни, присаживался на скамью и принимался что-нибудь рассказывать. Бывало, что он даже забирался о Крейни на колени. Каждый раз вид этого маленького, загорелого, неугомонного принца с белокурыми локонами будил в Рейни давно, казалось, погребенные мысли. Он был не в состоянии подавить их. В памяти начинали тесниться образы, воспоминания, сравнения. Рейни было 56 лет. Он был мал ростом и кривобок. Левая его нога была длиннее правой, и при ходьбе он неприметно хромал. Хромота становилась заметнее, если он не надевал ортопедические ботинки. У Рейни были густые седые волосы, и он носил очки с толстыми стеклами. Ребенком Рейни был мал и тщедушен. Искривление позвоночника, тогда незаметное, проявилось позже, в подростковом возрасте. Но тщим Рейни был всегда. Рос и воспитывался он в детских домах. Мать оставила его, так как не имела возможности воспитывать ребенка. Собственно, на помещении мальчика в детское учреждение настояли органы опеки. Впрочем, точно Рейни этого не знал, как не знал ни подробностей своего происхождения, ни своих родителей, ни родственников. Мать время от времени его навещала. У Рейни была старшая сестра, жившая где-то в Дальсланде, в приемной семье. В детстве Рейни ни разу ее не видел, но мать рассказывала о ней и показывала фотографии. Рейни никак не мог осознать, что это его родная сестра. Она была большая и выглядела вполне здоровой. Отсюда он заключил, что она росла в деревне. Да и мать часто говорила, что жить в сельской местности здорово, потому что там всегда свежий воздух. Об отце мать никогда и ничего не рассказывала. В детстве Рейни не знал, кто он, и вообще не знал, был ли у него отец. В возрасте 12 или 13 лет Рейни понял, наконец, что отец у него, конечно, есть или во всяком случае был. Но только став взрослым, узнал имя отца. В документах значилась какая-то обычная шведская фамилия, ни о чем ему не говорившая. Рейни не испытывал ни малейшего желания узнать об отце больше. Когда Рейни было 11 лет, мать вышла замуж. Отец Рейни никогда не был ее мужем. Родила еще двоих детей, и жизнь ее вполне наладилась. Из расхлябанной, хихикающей по поводу и без повода девчонки она превратилась в солидную даму, в шляпки и пальто. Посещения ее стали реже, а потом и вовсе прекратились. Все свое детство Рейни провел в приютах. Воспоминания об этих годах были скудные, бессвязные и всплывали в мозгу только по каким-то случайным и неожиданным ассоциациям. Словно падающие звезды, вспыхивали они на мгновение и снова бесследно гасли. Ледяной душ по утрам, ботинки на резиновой подошве. Как же трудно было их зашнуровывать. Группы с птичьими названиями. Пустые, бессонные ночи. Пуховое одеяло, поношенные, мягкие, утешающие одеяло с выцветшими бежево-голубыми узорами. По ночам эти одеяла испускали печальный запах, накопленный за долгие годы службы в детских домах. Запах впитанных слез, холодного пота, ночных кошмаров и ностальгии. Рения с раннего детства стал пленником паутины множества причудливых правил. Правила были всюду. Сложные, запутанные и часто противоречивые. Мальчишеские правила, правила воспитателей, учителей, школьного двора. Следование одним правилам автоматически означало нарушение других, а это влекло за собой наказание. Наказание таким образом было неизбежным и неотвратимым. Рения был мал и худ. Паучок, болтавшийся между исполнениями правил и наказаниями за их нарушения. Тело его, между тем, становилось все более кривым и уродливым. Самостоятельное плавание по жизни Рения выпустили в 16 лет. Он нашел себе место садовника. Это была хорошая работа, но физически слишком для него тяжелая, и Рения не выдержал. Через четыре года он поступил в ремесленную школу, выучился на мебельщика и устроился работать в мастерскую к одному старику. Старик был доволен своим помощником и со временем стал доверять ему довольно сложную работу. Зарплата была мизерной, но Рения не жаловался. На жизнь ему хватало. В мастерской Рения был коллега по имени Тори. Тори появлялся в мастерской, когда требовалась его помощь и когда бывал достаточно трезв. Тори исполнял роль грузчика, когда надо было доставить заказчику готовую мебель. Иногда он подрабатывал в транспортных конторах, помогавших людям при переездах. Тори обладал недюжиной силой, хотя, глядя на него, в это трудно было поверить. Он был также мал ростом, как Рения. Мышцы Тори не были накачаны, как у современных спортсменов, а велись под кожей рук, как тугие спящие удавы. Тори обладал замечательным искусством обращения с тяжелой мебелью. Он умел так ее поворачивать и паковать, что передвигать ее становилось легко и просто. Он поражал всех своим великолепным умением обращаться с тяжестями. Тори обладал непостижимым талантом к физическому труду. Он знал все о центрах тяжести, трении, опорах, рычагах и точках хвата. Во всем же, что не касалось физической работы, проявлял тупость, граничившую с идиотизмом. В мастерской у Тори имелись и другие обязанности. Он делал мелкий ремонт, убирался, выполнял поручения. Он был всегда весел, много говорил, балагурил, и работа была в радость, когда в мастерской находился Тори. Ренни сидел в углу темного подвала, протыкая иголкой толстый материал обивки и с удовольствием слушал байки Тори. Собственно, Ренни очень нравилось в мастерской, и он даже подумывал о том, чтобы выкупить ее у старика, когда тот уйдет на пенсию. Однако старик и не думал уходить на покой. Судя по всему, он вообще не знал, что существуют какие-то пенсии. Когда же он наконец в возрасте 78 лет умер от рака толстой кишки, выяснилось, что обивочную мастерскую он незадолго до смерти продал двум девушкам-дизайнерам, которые занимались обустройством эксклюзивных квартир. Девушки ездили по городу на темно-зеленом автомобиле с логотипом фирмы на дверях и помогали от начала до конца отделывать и оформлять квартиры новых богачей. Когда девушки проинспектировали сводчатый подвал, чтобы разобраться, можно ли его подновить и отремонтировать, они увидели там двух странных типов — маленького кривобокого человечка в массивных очках и коричневом рабочем халате и малосимпатичного небритого парня, провонявшего водкой и рассказывающего непристойные истории. Найти какое-то применение этим типам девушки так и не смогли. К тому времени Ренни проработал в мастерской уже 22 года, только теперь до него дошло, что устроен, то он был не так хорошо, как воображал. Каждую неделю он получал от хозяина деньги в конверте, а в последние годы — один раз в месяц. В июле, когда мастерская закрывалась, у Ренни был отпуск, но официально, как выяснилось, он никогда и не работал, потому что старик получал государственную субсидию и имел лицензию только в первые годы. Последние 15 лет Ренни, сам того не зная, работал по-черному. Турик где-то отмечался, это было ясно, но Ренни никогда бы не подумал, что его собственное положение тоже не отличается солидностью. Теперь ему было стыдно за собственную глупость. Вне мастерской у него не было знакомых, и он не знал, что зарплату в конверте давно уже никому не дают, и люди получают деньги по-другому. Он походил по мебельным мастерским, но на работу его нигде не взяли. И после того, как он безуспешно обил пороги нескольких государственных учреждений, его решили до срока отправить на пенсию. Глава 2. Время от времени Ренни заходил в церковь, однажды летом он, бесцельно бродя по городу, зашел в одну из них и с тех пор стал иногда ходить на службы. В церкви было очень красиво, там можно было посидеть среди людей. К тому же Ренни нравилась органная музыка. Он обожал величественное звучание органа, обрушивавшего лавину музыки, заставлявшей вздрагивать сидевших на скамьях людей. К своему безмерному удивлению он вдруг понял, что знает большую часть хоралов. Наверное, это со школы, они тогда часто пели хоралы. Песнопения запечатлелись в его мозгу не в пример лучше, чем остальная школьная премудрость. Поразительно. Он забыл все. Исторические даты, названия рек, слуховых косточек, клеток крови. Все это он когда-то знал, но все эти сведения стерлись в его памяти. Но церковные гимны с их малопонятными старомодными оборотами засели в голове навсегда. «Во имя Божье я начинаю», приходит Агнец искупленье. Были и другие красивые песни «О, имей я сотню языков», чтобы вознести хвалу и честь Отцу Божественному, Отцу всего добра. Красиво, непостижимо, незабываемо. Правда, посещения церкви были немного скучны из-за проповедей. Ирине, решив попробовать что-нибудь новенькое, на этот раз отправился в свободную церковь. Предстояла вечерняя служба, и прихожан было немного. Ирине неприятно удивила семейная, даже, можно сказать, интимная обстановка. Он предпочитал анонимность больших соборов. Казалось, все были знакомы. Люди приветствовали друг друга, жали руки, обнимались. Молодой пастор говорил о новых друзьях, которых надо принять с особой сердечностью, и при этом многозначительно посмотрел на Рейне. Смешавшись, тот поспешил в гардероб. «Вы хотите уйти?» — спросила его какая-то девушка. «Разве служба не закончилась?» «Нет, теперь будет кофе», — ответила девушка, искренне удивившись, что он этого не знает. «Вы же останетесь на кофе?» «Нет, спасибо, я очень спешу», — пробормотал Рейне. «Но вы придете на следующей неделе?» «Да-да», — скороговоркой выпалил Рейне и быстро зашагал к выходу. Он прошел мимо прихожан, которые, разбившись на маленькие группки, оживленно переговаривались. Говорили они громко и поминутно смеялись, словно их угостили чем-то крепким, а не словом Божьим. В церкви пахло свежезаваренным кофе. У самой двери он остановился, заметив в темном углу рослую полную даму, безуспешно пытавшуюся надеть пальто. Она просунула руку в один рукав, но никак не могла попасть во второй. Она вслепую тыкала рукой, но каждый раз попадала мимо проймы. Рейне молча смотрел на женщину. Она стонала от натуги и сильно потела. Очевидно, она пришла сюда одна. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Внутренний голос подсказал Рейне, что надо помочь даме попасть в рукав. Он видел, как это делали другие мужчины, по большей части лакеи в кинофильмах. Сам он ни разу в жизни не помог женщине надеть пальто. И кто знает, может быть, она неправильно его поймет. Может быть, она не желает, чтобы ей помогали? Женщина резко обернулась. И Рейне увидел ее лицо. У нее были светлые кудрявые волосы, стянутые шерстяной полоской. Полное лицо раскраснелось от напряжения, а в глазах читались замешательства и стыд, чувства, хорошо знакомые и самому Рейне. В этот момент женщина увидел пастор и торопливо направился к ней. «Вы не останетесь на кофе?» В ответ женщина пробурчала что-то невразумительное. Она продолжала сражаться с рукавом, но пастор не делал ни малейшей попытки ей помочь. В этот миг Рейне решился. Он подошел к толстухе сзади и, словно парус, расправил пальто. Женщина была залита потом. От нее, как от экзотического блюда, исходил острый, пряный и одурманивающий запах. Когда она в сотый раз вытянула назад руку, Рейне ловко поддел ее прорезью рукава. Рука под тканью вздрогнула, как загнанный в ловушку зверь, а женщина удивленно обернулась, чтобы посмотреть, кто ей помог. «Вы тоже не хотите остаться на кофе?» Рейне произнес вопрос невнятный с короговоркой. «Для него было очень важно что-нибудь сказать, чтобы не упускать инициативу, которую он проявил, когда помог женщине надеть пальто». Женщина плотно сжала губы и отрицательно покачала головой. «И я хочу уйти. Но ведь кофе можно попить и в другом месте, например, в кафе или еще где-нибудь», — продолжал он. «Пойдемте». Рейне удивлялся самому себе. Такого он не делал и не говорил никогда в жизни. Но по отношению к этой толстухе он чувствовал уверенность и знал, почему именно. Уверенности ему придавали ее беспомощность и уродство. Это не было мужество. Но всего лишь уверенность труса. Было абсолютно безопасно спрашивать эту женщину о чем угодно. Если она согласится, они поболтают часок, а потом, едва придя домой, он забудет о ее существовании. Если она откажет, он забудет о ней намного раньше, едва выйдя на улицу. Только поэтому он и задал свой вопрос. «Почему нет? Пойдемте», — ответила она. Лицо ее при этом ничего не выражало, и это несколько разочаровало Рейне. Почему она не обрадовалась тому, что представитель противоположного пола пригласил ее в кафе? Наверняка такое происходило не слишком часто. «Ну, тогда пошли», — решительно произнес он и, открыв дверь, придержал ее перед женщиной. Выйдя на улицу, они направились в маленькое кафе, где часто бывал Рейне. Оно работало почти круглосуточно и служило местом встречи таксистов и дорожных полицейских. Сильный ветер швырял им в лица большие мокрые снежинки. Рейне сказал что-то нелесное о погоде, но, не желая показаться брюзгой, решил перевести замечание в шутку. «Ну, я не жалуюсь. Надо радоваться даже такой погоде». «Да», — согласилась женщина и кивнула, — «этому действительно надо радоваться». Она произнесла эти слова задумчиво и серьезно. «Надо радоваться любой погоде». Он внимательно посмотрел на женщину. Она была выше его, и Рейне пришлось задрать голову. «Она не понимает шуток? Может быть, она умственно отсталая?» Но отступать было поздно, они уже стояли у дверей кафе. Два столика маленького заведения были уже заняты. За столиком у двери сидели две женщины в полицейской форме. В глубине расположился мужчина, бездомный, судя по грязной оборванной одежде. Они остановились в нерешительности. Ирине показалось, что женщина хочет уйти. «Что-нибудь не так?» — спросил он. «Нет, ничего», — ответила она. Лицо ее оставалось бесстрастным, но в светло-голубых глазах явственно промелькнул страх. Да, это заведение вправду могло внушить страх, особенно человеку, впервые пришедшему сюда поздним вечером. Освещение было скудным, обстановка убогой. Алкаш, наркоман сумасшедший или кем там еще мог быть сидевший в углу тип, с длинными немытыми волосами и с ввалившимися щеками, придававшими его лицу сходство с черепом. «Может быть, стоит пойти в другое место?» Но время позднее, везде уже закрыто, да и погода не очень. «Нет-нет, все нормально», — торопливо проговорила женщина. Можно было, конечно, пройти дальше по главной улице и зайти в расположенный там бар, но это круто меняло все дело, и не только в смысле дороговизны, но и в смысле их отношений. Пригласить женщину на чашку кофе в скромное кафе — это одно. Пригласить ее выпить рюмку-другую в уютный бар — это совсем другое. К тому же это был бы разительный контраст с церковью. Может быть, она отрезвенится и дурно истолкует такое приглашение. Тем временем она уже нашла свободное место и, села. Рейни поспешил за ней, чтобы не упускать инициативу. Словно из упрямства, желая показать, что ей не страшно, женщина села за один столик со страшным, опустившимся типом. Рейни растрогала такая храбрость. Барбро, официантка, вынырнула из кухни и, как обычно, с материнской теплотой поздоровалась с Рейни. Она повернулась к его спутнице и спросила, что ей принести. Рейни она не стала ни о чем спрашивать, так как знала, что он закажет двойной кофе без молока с двумя кусками сахара. «Один маленький кофе со сливками и сахаром», — сказала толстуха. «У меня нет сливок, только молоко». «Ну ладно, значит, с молоком». «Что-нибудь еще? Бутерброд, булочку?» Женщина вопросительно взглянула на Рейни. «Заказывайте, что хотите. Я же угощаю. Я бы хотела что-нибудь сладкое». «Пойдемте, вы сами выберите, что вам понравится». Женщина поднялась и вслед за Барбару направилась к стеклянной витрине с выпечкой. Выбрав то, что пришлось женщине по вкусу, они вернулись к столику. Барбару несла тарелку, на которую местились ромовая баба, миндальное пирожное, двойное, облитое шоколадом овсяное печенье, пуншевая трубочка и три круглых печенья. Барбара поставила тарелку перед спутницей Рейни. Рейни, не веря своим глазам, в изумление уставился на тарелку. Барбара, казалось, не удивилась ничему. Гора выпечки не вывела ее из равновесия. Вероятно, она видела посетителей покруче. Барбара принесла кофе и ушла на кухню. Толстуха принялась за еду. Медленно, со смаком и молча. Через плечо Рейни она тупо смотрела в пустоту, словно его здесь и не было. Для того, чтобы управиться с ромовой бабой, она взяла кофейную ложечку. Женщина отколупывала от пирожного крошечные кусочки и, закрыв глаза от наслаждения, отправляла их в рот. Рейни смотрел на нее, как зачарованный. Сначала он лишь украткой бросал на нее взгляды, но потом, убедившись, что она не обращает на него ни малейшего внимания, вся поглощенная едой, стал смотреть в упор. Ему еще не приходилось встречать людей, которые с таким удовольствием жевали бы липкие сладости. Он попытался оценить возраст своей спутницы. В полумраке церковного гардероба ему показалось, что она приблизительно его ровесница, и ей около пятидесяти, но сейчас подумал, что, вероятно, она моложе. Причиной мешков и подушек на лице был не возраст, но жир, а глубокие складки вокруг рта образовались от тяжести щек, а не от дряхления кожи. Напротив, кожа ее была абсолютно гладкой, гладкой и белой, как мрамор. Но стоило женщине напрячься, а ей каждое движение давалось видимым напряжением, как ее кожа мгновенно, точно лакмусовая бумажка приобретала тесно красный цвет. Но он так и не смог понять, сколько же ей лет. С равным успехом ей могло быть и двадцать пять, и сорок пять. Это была женщина без возраста. Казалось, время шло мимо нее. Управившись со всеми пирожными и печеньями, женщина вытерла губы бумажной салфеткой и, наконец, взглянула на Рейни. «Спасибо», — сказала она, — «все было очень вкусно. Давно не случалось мне есть такую вкусную выпечку». Рейни был рад уже тому, что она посмотрела на него, но при этом напомнил себе, что ему придется расплатиться за этот праздник живота. Но ему понравилось, что женщина поблагодарила его. «Мне казалось, что сейчас все женщины сидят на диете», — улыбаясь, промолвил Рейни. «Я — нет». «Но у вас проблемы с весом, к тому же эти сладости — не очень здоровая пища». Это прозвучало наставительно. Вероятно, он задел ее за живое. «Как я бестактен», — подумалась Рейни. «Нездоровая?» — она пожала плечами. «Меня совершенно не волнует мое здоровье, да и вес тоже». «Это неправда», — подумал Рейни. «Все женщины озабочены своим весом. Как и нет такого человека, который не думал бы о своем здоровье. Ну, может быть, за исключением таких типов, как тот, что сидит за соседним столиком». Впрочем, его уже вряд ли можно считать человеком. Но у этой женщины вся жизнь впереди. Она сможет достичь всего, если похудеет. Правда, по ее тону чувствовалось, что говорит она вполне искренне. В нем вдруг вспыхнул интерес к этой женщине. «А как, собственно, вас зовут?» — спросил он и поспешно добавил. «Меня зовут Рейни. Я давно должен был представиться». «Меня зовут Ангела», — просто ответила женщина. «Красивое имя», — сказал Рейни, энергично кивая. Он был рад, что смог сделать Ангеле искренний комплимент. Ее имя прозвучало для него словно ключевое слово. Едва услышав его, Рейни начал говорить. Он принялся рассказывать о себе, о своем детстве, о матери, о своем кривом и тщедушном теле. Он вдруг вспомнил такие вещи, о которых он всего минуту назад, казалось, и не знал. О самом худшем Рейни умолчал, рассказывая только то, что надо было рассказать. Впервые в жизни он так откровенничал с другим человеком. Рассказывал вещи, о которых никогда и никому не говорил. При этом он часто употреблял ее имя. Это не всегда было легко Ангела. Но я не сдавался. Понимаете Ангела? Ему было безмерно приятно произносить ее имя. Из вежливости Рейни задал ей несколько вопросов, но она отвечала на них односложно. Он узнал только, что живет она одна, что у нее нет работы, и в этой церкви раньше она была только один раз. Ему нравилась ее молчаливость. У него просто не хватило бы времени ее слушать. Он должен был выговориться, пока мог говорить, пока не иссякли воспоминания. Воспоминания о вещах, о которых он не мог говорить раньше, о которых не мог и не хотел думать раньше. Но все это он теперь с легкостью мог рассказать Ангеле. И он знал почему. Потому что она одинока. Крупная, толстая женщина, которая с горя поедает пирожные. Она была так же одинока, как и он. Он многое рассказал. И она исчезнет из его жизни вместе с этим рассказом, но не передаст его дальше, потому что некому. Рейни продолжал говорить, обращаясь непосредственно к этому большому одинокому телу. Она как контейнер с радиоактивными отходами, залитый бетоном и брошенный в море, подумал Рейни и устыдился этой мысли. Я вовсе ее не использую. Мысленно оправдывался он. Она слушает меня добровольно. Я пригласил ее на кофе и пирожные, и теперь в нагрузку. Она целый час слушает мою болтовню. Тем не менее, его мучило смутное чувство вины. Такое же чувство было у него, когда он однажды пошел к проститутке. Она получает за это плату, думал тогда Рейни, и делает это добровольно. И все же, и все же это было неправильно. Ни один человек не должен быть для другого помойной ямой. И совершенно не важно, что проститутка получает за такое обращение. Но теперь его несло. Он никак не мог нажать на тормоза. Расплатившись и поднявшись, чтобы уйти, Рейни почувствовал невероятное облегчение, словно с его плеч упал тяжкий груз в сотню килограммов. Он посмотрел на толстуху, и в голову ему закралась чудная мысль о том, что эти килограммы он сбросил на нее. Так вот, наверное, она и дошла до такого безобразного веса. Люди сбрасывали и сбрасывали на нее свои тяготы, рассказывая о своих бедах и заботах. — Завяжи свои заботы в старый мешок. Мысленно пропел он и снова ощутил угрызение совести. — Но ничего. Сейчас они расстанутся, эта женщина уйдет, и ему больше не придется ее видеть. А скоро он ее и совсем забудет. Они вышли из кафе и остановились на темной заснеженной улице. Не хватало только вежливого прощания. — Мы могли бы встречаться чаще? — спросила она. От неожиданности он не сумел скрыть изумление. Интересно, чего ей стоило это выговорить? Как это ни странно, но в ее взгляде не было ни отвращения, ни колебаний. Она произнесла свою фразу ровным, бесцветным голосом, ничуть не изменившись в лице. — Естественно, — ответил он. — Я вам позвоню. Вы дадите мне свой номер? У него не было с собой ни бумаги, ни карандаша, но зато он обладал изумительной памятью на телефонные номера. Все телефоны Рейне помнил наизусть. Мало того, многие из этих номеров давно уже были не нужны, но он так и не смог вытравить их из своей памяти. Но, может быть, лучше спросить, нет ли у нее карандаша, и попросить записать номер. Может быть, она не поверит ему, если он скажет, что запомнит номер. У меня нет телефона. Она произнесла это таким же равнодушным тоном, каким предложила продолжить знакомство. — Но я могу дать вам мой адрес, — быстро добавила она. Ангела назвала улицу в пригороде. Можете заглянуть, когда будете проходить мимо. Потом она повернулась на каблуках и исчезла в темноте за пеленой крутящегося снега. Глава третья. У Рейне не было ни малейшего желания идти к ней в гости. Она жила далеко за городом. Мимо дома с таким адресом случайно не проходят и не заглядывают в гости. Надо узнать маршруты трамваев и автобусов, спланировать поездку, потратить на нее немало времени. Это целое мероприятие — вылазка за город. Для того, чтобы совершить такой вояж, надо было очень захотеть, а Рейне не был уверен, что хочет. Но, надо сказать, встреча с Ангелой задела его за живое. Он вспоминал, с каким вожделением она поглощала пирожные, как ускользнула при этом в свой внутренний мир. Вспоминал он и ее борьбу с рукавом, ее беспомощность и замешательство, пряный запах ее пота. Страх при входе в убогое кафе — решимость, с какой она в нем осталась. В его воспоминаниях сцены с Ангелой сменяли одна другую, но он не мог вспомнить ни одного сказанного ею слова. Она вообще что-нибудь сказала? Они просидели в кафе не меньше трех часов. Он так много говорил. Неужели она не вставила ни словечко? Из всего вечера он запомнил только две сказанные ею бесцветным голосом в снежной мгле фразы «Мы могли бы встречаться чаще, и можете заглянуть, когда будете проходить мимо». Прошло несколько дней. Рине стало ясно, что если он хочет снова увидеть Ангелу, то не стоит откладывать визит, чтобы приглашение не потеряло актуальность. Он не стал строить никаких особых планов, просто сел в трамвай, потом в автобус и приехал в пригород на ту улицу, где жила Ангела. Рине быстрым шагом шел по улицам квартала. Он не любил пригороды. Сам он жил в тесной, темной квартирке, но был рад, что проживает в большом городе. Здесь же его окружал чуждый враждебный мир. Между высокими домами сновали люди, приехавшие со всех концов мира. Встречались женщины с множеством детишек, с головы до пят укутанные в платки и обутые в топорные пластиковые сапоги. Внезапно Рине показалось, что над его головой пролетел самолет. Но это оказалось, за его спиной пронеслись двое мальчишек, спускавшихся на скейтборде с ближнего холма. Рине отскочил в сторону, а один из сорванцов протянул руку картонки с пирожными, которую Рине нес с собой. Он быстро спрятал руку с картонкой за спину. Мальчишки громко расхохотались. Стены лестничной клетки были вымазаны грязью, дверь одной из квартир выбита. Какой-то придурок нажал в лифте все кнопки. Рине пришлось изрядно покататься вверх и вниз, пока лифт не остановился на нужном этаже. Рине помедлил, прежде чем позвонить в дверь. Ему было не очень приятно идти в гости без предупреждения. Правда, у Ангела не было телефона, и она сама сказала, что он может зайти, когда захочет. Но кто знает, вдруг его визит окажется совсем не кстати, вдруг у нее в гостях кто-нибудь еще. Нет, опасности в этом не было никакой. Но что, если она не одета? Может быть, она, как многие безработные, спит до полудня и выйдет встречать его заспанное в ночной рубашке или в нижнем белье? Эта мысль показалась ему отталкивающей и соблазнительной одновременно. Он позвонил. Ангела была одета вполне прилично, хотя и не очень красива. На ней была футболка и трико. Нерасчесанные волосы были стянуты розовой резинкой в узел, и прическа эта ей не шла. Она нисколько не удивилась его приходу. «Ага, вот и вы», только и сказала она, и пошла в комнату. Обычно так впускают в дом кошек. Ему пришлось самому искать крючок, чтобы повесить пальто. Когда Рейни вошел в гостиную, Ангела уже сидела на диване, вернувшись к прерванному занятию. Она смотрела телевизор и вязала. Убранства в квартире не было практически никакого. Кроме дивана, прикроватного столика и телевизора, впрочем, совершенно новых, в комнате не было ничего. Ни ковров, ни занавесок, ни картин. Единственным источником света была электрическая лампочка без абажура под потолком. «Вы только что сюда переехали?» Она кивнула, не отрывая взгляд от телевизора. «Но вы ведь из Гетеборга, правда? У вас тамошний выговор». «Да, но я часто переезжаю. Садитесь». Рейни продолжал держать в руке картонку с пирожными. «Может быть, у вас найдется кофе? Мы могли бы выпить кофе с пирожными». Ангела сварила кофе, и они принялись его пить, сидя перед телевизором. Рейни видел, что Ангела рада его приходу. Он напряженно ждал, когда она примется за пирожные и снова погрузится в транс, как тогда, в кафе. Наверное, Ангела действительно впала в вожделенный транс, но на этот раз не так отчетливо из-за того, что была поглощена телевизионной программой. Однако Рейни заметил, что время от времени Ангела закрывала глаза, а на ее полных жующих щеках обозначалась довольная улыбка. Телевизионная программа прервалась на рекламу, но они продолжали пристально смотреть на экран. Когда пирожные были съедены, Ангела вновь принялась за рукодели. Так они и продолжали сидеть перед телевизором. Ангела вязала, а Рейни по большей части молчал. Рейни не чувствовал неудобства, напротив. Он сидел на диване, предоставив телевизору развлекать женщину. Время от времени он спрашивал разрешения переключить канал. Она кивала. Видимо, Ангеле было все равно, какую передачу смотреть. Вязала она мастерски. Рука с крючком двигалась быстро и сноровисто. Ей не надо было смотреть на работу. Крючок двигался будто сам собой. Так прошло около двух часов. Рейни встал и сказал, что ему пора идти. «Можете как-нибудь еще заглянуть», сказала Ангела, не отрываясь от телевизора. С тех пор Рейни часто заезжал к ней. Ему нравилось сидеть на диване, смотреть телевизор. Нравилось, что не надо быть милым и предупредительным. Ему нравились молниеносные движения ее вязального крючка, который жил своей независимой жизнью, куда более скорой и энергичной, чем жизнь его хозяйки. Нравилось ему и наблюдать, как Ангела ест пирожные и булочки. Однако он больше не рассказывал ей о себе, как в тот первый раз в кафе. Похоже, тогда он сказал все, что мог. Действительно, так выговориться можно только один раз в жизни. Ангела о себе вообще не рассказывала. Он узнал лишь, что ей 42 года, и она до срока вышла на пенсию. Здесь, в пригороде, она поселилась недавно. Рейни заметил, что она принимала какие-то таблетки. Можно было представить себе множество болезней, которыми можно страдать при таком ожирении. Повышение кровяного давления, астму, диабет. В ответ на его осторожный вопрос, Ангела что-то буркнуло о руках. И со страдальческим видом потерла и помяла их. Но Рейни так и не понял, что она имела в виду. Руки, наоборот, казались самой здоровой, самой живой частью ее тела. С тех пор он вообще избегал задавать ей вопросы. Он мог себе представить, что за плечами у нее тот же тяжкий путь, что и у него. Путь, полный унижений, пренебрежительного отношения и стыда. Но кто знает. Может быть, настанет день, когда она захочет все рассказать. Если в этот момент он окажется рядом, то Ангела встретит внимательного слушателя, который сохранит ее рассказ так же, как она выслушала его исповедь и сохранила ее в глубинах своего большого тела. Однажды он принес с собой бутылку игристого вина с намерением соблазнить Ангелу. Но она решительно отмахнулась и сказала, что не пьет таких напитков. Это была неудача. Он знал, что многие люди не приемлют алкоголь. Чего он не понимал, так это того, как такие люди ложатся вместе в постель. Но потом Ринни вспомнил о ее слабости к сладкому и в следующий раз принес бутылку бананового ликера. Ангела отпила глоток и, ощутив сладость, просияла. План удался на славу. Алкоголь сделал ее раскованной и доступной. Кроме того, его возбуждало, как она вытягивала губы, делая маленькие глотки. Ангела оказалась очень застенчивой. Она не желала раздеваться под его взглядом. Ей было мало того, чтобы выключить свет в гостиной. Пришлось закрыть дверь, выключить свет в прихожей и закрыть роль ставни, хотя никто не мог подсмотреть за ними в окно. В спальне должно быть совершенно темно. Но разве в большом городе бывает полная темнота? Сквозь щели между полосками ставен просачивался свет с улицы. Ринни видел, каким огромным было ее тело. Стоя возле кровати, он почувствовал, как у него перехватило дыхание от такого невиданного зрелища. Внизу расстилался континент из холмов и длинных горных цепей. Между ними виднелись ущелья, овраги и пещеры, распространявшие едкий аромат индийских пряностей. Он осторожно провел рукой по ее коже. Она оказалась мягкой и влажной. Казалось, тело ангела было сделано из какого-то иного материала, чем у других людей. Его собственное тело было жестким и костлявым. Когда он лег на нее, то почувствовал, как открылись его поры, словно для того, чтобы впитать всю эту влажность и мягкость. После того он продолжал ездить к ангеле, их телевизионные вечера неизменно заканчивались в спальне. Банановый ликер понадобился для этого только в первый раз. Ринни прежде не догадывался, сколько мужской силы таится в его тщедушном теле. Это было удивительное и радостное открытие. Иногда ему становилось неловко за напористость, но ангела никогда ему не отказывала. Правда, она никогда не проявляла инициативу, была пассивной любовницей. Во время самого акта неподвижно лежала под Ринни и позволяла делать с собой все, что он хотел. Она никогда не двигалась и всегда молчала. Лежала, как огромная белая гора, со всем своим жиром, складками и бороздками. Она стала воплощением сексуальных фантазий Ринни, мучивших его, когда он был подростком. В этих фантазиях он грезил большими, толстыми, спящими женщинами, которых он лапал и хватал во сне. Пассивность ангела возбуждала его, делала похотливым, грубым. Он почти насиловал ее, немилосердно мял ей ягодицы и шлепал так, что сотрясался весь ее жир. Он почти до крови кусал ее жировые складки, сжимал и оттягивал ей груди. Она не жаловалась, просто лежала и широко открытыми глазами смотрела в потолок. Ринни стало страшно, когда он в первый раз перехватил этот взгляд. Он испугался того, что она умерла от его грубого насилия. Он стал бить ее по щекам, чтобы привести в сознание, сначала слабо, потом сильнее. Кожа щек покраснела. Но ангела продолжала смотреть в пустоту, и ни один звук не сорвался с ее губ. Она откликнулась только после того, как он в отчаянии закричал «Ангела, ты жива?» «Да, да, да!» Голос ее был раздраженным и усталым, как у матери, отвечающей надоедливому ребенку. Со временем он понял, что ангела как бы выключала себя, и становилась безжизненной, как тряпичная кукла. Здесь все обстояло точно так же, как с поеданием пирожных. В такие моменты с ангелой было бесполезно разговаривать. Она отсутствовала, погрузившись в иной мир и оставив в этом свое бренное тело. Сначала эта особенность очаровывала и одновременно пугала Ринни, но потом он перестал о ней задумываться. Тело, которое ангела ему отдавало, было таким щедрым, таким небесным и манящим, что Ринни просто больше ничего не интересовало, а когда он удостоверился, что и ей не противно, он перестал об этом задумываться. В какой-то газетной колонке, посвященной сексу, он читал советы красивой и опытной женщины таким людям, как он. В газете он вычитал, что чем меньше люди думают в постели, тем лучше. Ему понравился совет, и он решил и впредь неукоснительно ему следовать. Однако беспокойство все же не покидало его, и касалось оно не ангелы, а его собственного поведения. Агрессивность, которую будило в нем ее пассивное тело, была ему чужда и неприятна. Сам он всегда считал себя сугубо мирным человеком. Насилие в любой форме было ему отвратительно. Он не выносил, когда матери до боли сжимали руки своих детей, или когда люди без всякой причины убивали насекомых. От жестокостей порнографических журналов, которые вечно разбрасывал Тури, его буквально тошнило. Ринни не стыдился своего поведения, но оно его немного удивляло. — Так-так, — думал он, почесывая затылок, когда в трамвае вместе с турками, сомалийцами и боснийцами ехал в пригород к Ангеле. — Да-да, мы еще посмотрим. Глава четвертая. С тех пор, как Ринни познакомился с Ангелой, он стал редко видеться с Тури. — Давно тебя не было слышно, — сказал он однажды, когда Тури сидел у него на кухне и пил принесенное с собой пиво. — Да и ты не показывался, — с ехицей отозвался Тури. — Возможно, — согласился Ринни. — Я пару раз заходил к тебе и звонил, но тебя не было дома. Во всяком случае, ночами. — Я был у Ангелы, ты же знаешь. — Ох уж эти бабы, — презрительно фыркнул Тури. — С Ангелой-то все в полном порядке, мне с ней очень хорошо. — Все бабы, — стоял на своем Тури, — шлюхи. Это был извечный окончательный диагноз, который Тури ставил всем, без исключения женщинам. Он не шутил. Таково было его твердое, непоколебимое, как скала убеждения в том, что все женщины стали бы делать это за деньги, будь у них такая возможность. Как-то Ринни и Тури смотрели телевизор. В программе показывали интервью с женщиной-министром. Тури подскочил на стуле и, обернувшись к Ринни, прошипел. — Нет, ты полюбуйся на эту мелкую «бэ». Нет, ты только посмотри. — Помолчи, идиот, это все-таки министр, — сказал Ринни. — Министр. Благодарю покорно. Может быть, она себя так и называет. Но если бы ты вдруг оказался с ней наедине, то увидел, кто она такая на самом деле. Ты несешь ахинею, Тури. — Министр? Да она соска. Посмотри на ее рот. Она шлюха, поверь мне. Ринни осознавал, что в последнее время пренебрегает обществом Тури. Иногда ему хотелось познакомить его с ангелой. В конце концов, это были его единственные друзья, но он боялся, что Тури не понравится его женщина. Впрочем, было бы, наверное, хорошо, если бы Тури познакомился с такой женщиной, как ангела. Возможно, тогда он стал бы лучше о них думать. Вообще, было неудивительно, что Тури считает всех женщин шлюхами, так как ими были все женщины, которых он знал. Мать, сестра, соседка, которая посвятила его в тайной плоти, когда Тури было 12 лет. Обе его жены и взрослая дочь, проститутка из Сан-Франциско, спавшая за деньги со знаменитостями. Если Тури познакомится с ангелой, то, вероятно, перестанет нести вздор. Но, в конце концов, Ринни отказался от этой мысли. Ангела была очень застенчива. Ангела не позволяла ему смотреть на нее голую при дневном свете и не терпела, когда он заговаривал с ней о сексе. Он дважды пытался это делать, причем вообще без перехода на личности, но оба раза она сразу же заставила его замолчать. Ринни посмотрел на Тури, сидящего за столом перед пустой пивной банкой, небритого, с переломанным боксерским носом и ухмыляющегося только что рассказанному им сальному анекдоту. — Нет, не будет он делать ангеле такую гадость. — Она шлюха, твоя ангела, можешь мне поверить, — сказал Тури и открыл следующую банку. — Ты соображаешь, что говоришь о моей суженой? — раздраженно спросил Ринни. — Суженой! — прыснул Тури. В этом возгласе слышалось скорее удивление, чем презрение. — Да, она моя суженая, мы поженимся. Он и сам не понял, как эта фраза сорвалась с его губ. Как бы то ни было, он защитил ангелу, подчеркнув серьезность его с ней отношений. Но для Тури в браке не было ничего святого. — Могу себе представить, они все так делают. Она обдерет тебя, как липку. — Она озарится на твои деньги, Ринни. — На какие деньги? У меня их отродясь не было, — возразил Ринни. — Но у тебя есть квартира. Ей нравится твоя квартира. — Подожди, она въедет сюда, а ты окажешься на улице. — Она не имеет понятия, как выглядит моя квартира. Она здесь ни разу не была. Это была правда. Ангела ни разу не была у него в гостях. Всегда он ездил к ней. — Значит, она готовит что-то другое. — Берегись, Ринни. Если женщина заговаривает о женитьбе, мужчина должен насторожиться. Ангела никогда не заговаривала о свадьбе, не говорила о ней Ринни. Но эта мысль уже пустила корни в сознание Ринни. Теперь он думал о том, как будет хорошо, если они с Ангелой поженятся. Он будет спать с ней в двуспальной кровати, на большом супружеском ложе, посередине спальни. С обеих сторон будут стоять две прикроватные тумбочки. Сама кровать будет застелена украшенным оборками-покрывалом. Такие часто бывают у супружеских пар. Они будут вместе завтракать, обсуждать газетные новости, планировать день. Они будут ходить на прогулки в замковый парк или в кино. По вечерам она будет сидеть на его диване, вязать и смотреть телевизор. Такой сценарий можно разыграть только здесь, в его квартире. Он не мог себе представить своего переезда к Ангеле. Ее квартира выглядела точно так же, как и три месяца назад, когда он впервые пришел к ней в гости. Она с тех пор не купила никакой мебели, не купила ни ковров, ни люстры. Правда, она связала занавески из сиреневой пряжи, и он вызвался их повесить, если она купит карниз. Вообще, ее квартиру можно сделать уютной. Кухни и ванны были просторными, современными, пол в гостиной выложен паркетом. Мало того, у Ангелы был балкон. Теплыми летними вечерами можно было бы сидеть на балконе, пить кофе в окружении цветущей красной герани. Но Ангела не интересовалась балконом и никогда на него не выходила, потому что боялась высоты. Они, однако, не смогут жить в квартире Ангелы. Он будет очень плохо чувствовать себя в пригороде. Рейни неизменно приходил в дурное расположение духа, едва завидев уродливые бетонные коробки. К тому же он не хотел жить вдали от города, от улиц и площадей, к которым так привык. Нет, если они поженятся, то Ангела переедет к нему. Рейни сделал ей предложение, когда они встретились в следующий раз. Он дождался момента, когда она съела последний кусочек пирожного, облизала ложку и пришла в себя. Ангела ответила согласием. Ее флегматичная натура не допускала сильного выражения чувств, но она подтвердила свое «да» торопливым кивком и покраснела от радости. Она была не против переехать в его квартиру, хотя ни разу там не была. Потом какое-то время ничего не происходило. Рейни просто не знал, как люди женятся. Кому надо обращаться с таким вопросом? Он спросил Тури, который был женат дважды, но тут уже и не помнил, как это делается. Он вообще не желает даже помнить о том, что был когда-то женат, и хочет навсегда об этом забыть, сказал он другу. Так что с этой стороны ждать помощи не приходилось. Ангела тоже ничего не предпринимала. В конце концов, Рейни в одно из воскресеньев взял и просто пошел в церковь. На протяжении всей службы он нервничал и потел, едва дождался момента, когда органист закончил играть в последний хорал, а пастор исчез в двери за кафедрой. Рейни встал и, проталкиваясь сквозь толпу уходящих прихожан, ринулся к кафедре и вошел в дверь, за которой исчез пастор. Тот как раз собирался снять с себя стихарь и удивленно воззрелся на вошедшего Рейни. Он изложил пастору свою просьбу. Священник отнесся к ней вполне дружелюбно и уделил Рейни несколько минут. Они поговорили и назначили дату и время бракосочетания. Самое важное было сделано. Правда, вторая часть, свадебное торжество, вызывала еще большие трудности. Рейни не общался со своими родственниками, и Тури был его единственным другом. От ангела он ни разу не слышал ни слова о друзьях или родственниках. Он спросил ангелу, не хочет ли она кого-нибудь пригласить на торжество, но она ответила отрицательно. Значит, праздник будет очень простым и скромным. Они пошли к ювелиру и примерили обручальные кольца. Рейни купил темно-синий пиджак, который пришлось немного перешить, чтобы подогнать к его кривобокой фигуре, а к пиджаку белый свитер с высоким воротником. Хорошие брюки у Рейни уже были. А ангела приготовила широкое, свободное летнее открытое платье в подсолнухах. Платье было красивое, хотя, пожалуй, немного простоватое. «Она могла бы надеть что-нибудь более элегантное», — подумал Рейни, «но, наверное, трудно подобрать одежду такому толстому человеку». Волосы ангела, как всегда, прижало обручем. После церемонии они зашли в кондитерскую и отметили бракосочетание вишневым тортом. Рейни очень тревожился, что ангеле не понравится его квартира. Это была маленькая двухкомнатная квартирка во флигеле. Единственное окно в гостиной было зажато с одной стороны эркером лестничных маршей, а с другой — выступающей стеной соседнего дома. Солнце в гостиную никогда не заглядывало. В маленькой кухне была крошечная мойка и газовая плита с двумя конфорками. Холодильник стоял в гостиной. Ванна была в трещинах и пятнах ржавчины. В умывальнике было два отдельных крана горячей и холодной воды. Смесителя у Рейни не было. В квартире уже лет тридцать не делали даже косметического ремонта, не переклеивали обои и не красили потолки. Но Ангела не стала критиковать квартиру. Она села на диван. Под ворохом старых газет нашла пульт, включила телевизор и принялась за вязание. Она как будто и не заметила, что переехала. Глава пятая. Вскоре после того, как Ангела и Рейни поженились, он получил письмо от какого-то адвоката, который писал, что Рейни должен встретиться с ним лично для обсуждения важного вопроса. Сначала Рейни подумал, что этот вопрос связан со свадьбой. Может быть, они с Ангелой не соблюли какие-то формальности? Очень уж неожиданно и гладко прошло это мероприятие. Помучившись два дня бесплодными размышлениями, Рейни позвонил адвокату. Трубку взяла его секретарша, с которой он и договорился о встрече на следующей неделе. Явившись в адвокатскую контору, Рейни узнал, в чем было дело. Старшая сестра Рейни, которая воспитывалась в Дальсландии, из которой он никогда в жизни не виделся, умерла. Она была вдова. Детей у нее не было, и поэтому Рейни оказался ее единственным наследником. После смерти сестры он должен был получить довольно крупную сумму. Что он будет с ними делать? Он не мог даже толком представить себе, на что их можно потратить. Самое важное — это хорошая еда для Ангелы, ну и, наверное, еще автомобиль. Водительские права у Рейни были давно. Ему пришлось их получить, когда он, работая садовником, должен был водить лендровер, использовавшийся на работе. Владелец сада, где тогда работал Рейни, оплатил его обучение на водительских курсах, но с тех пор у Рейни не было денег на покупку автомобиля. В следующем месяце он купил пятилетнюю, подержанную Тойоту. Выглядела она как новенькая. Зеленый металлик. Сиденье песочного цвета. За рулем Рейни не сидел уже 30 лет. Пару дней он вставал в 4 утра, когда на улицах нет машин, и практиковался в вождении. Домой он старался вернуться, когда на улицах появлялись машины. Потом он выезжал около полудня, когда движение было не очень интенсивным. Через некоторое время, уверенно почувствовав себя за рулем, Рейни стал брать с собой и Ангелу. Постепенно они начали совершать длительные выезды. Ангеле очень нравились такие поездки. Они никогда не покидали автомобиль без крайней необходимости. Прогулки и времяпрепровождение на природе были не для них. Но они с удовольствием прогуливались в машине по лесным и полевым дорогам. Ангела внимательно смотрела в окна и рассказывала Рейни, что видит. Она любила останавливаться у маленьких кафе, на аукционах, рынках и в магазинах, где продавали дешевую пряжу. В очень хорошую погоду они останавливались в каком-нибудь живописном месте и ставили рядом с машиной походный столик и два складных стула с нейлоновыми сиденьями. Они чинно усаживались на стулья, пили кофе из термоса, и Ангела вязала. Купив машину, Рейни потратил не все наследство сестры. Они с Ангелой купили багажник на крышу автомобиля и стали ездить по магазинам, покупая новую обстановку для квартиры. Они приобрели новую кровать, набор стульев и кресел, новый телевизор и видеомагнитофон, а также новые ковры. Контраст между новой мебелью и убогим полом и обоями был слишком велик даже для Рейни. Он позвонил домовладельцу и поинтересовался, нельзя ли сделать ремонт. Собственно, делать его надо было уже давно, но Рейни не жаловался, и домовладелец не счел нужным настаивать. Теперь же в квартире быстро переклеили обои и настелили новые полы. На кухне установили современную плиту с четырьмя конфорками и духовкой. Ванной поменяли раковину, поставили смеситель, положили на пол плитку. Ржавую ванную заменили душевой кабиной. Рейни не узнавал собственный дом. Ему казалось, что он не дома, а у кого-то в гостях. Каждый раз, открывая входную дверь и заходя в прихожую, он испытывал истинное потрясение. Он снова и снова забывал, как выглядит его квартира после ремонта. Старый образ накрепко запечатлелся в памяти во всех подробностях. В прихожей коричневые обои с прихотливым растительным орнаментом. Большое жирное пятно на стене над диваном. Он привычно прислонялся к этому месту головой, когда сидел на диване. Облупившаяся краска на кухонной стене, обнажавшая пятно, похожее на львиную голову. Но стоило открыть глаза, как все это исчезало. Вокруг были синие и голубые стены, мраморные полы и незнакомая мебель. Одна квартира существовала во внешнем мире, вторая — в мире внутреннем. И обе были поразительно реальны. Но эта новизна ему нравилась. Квартира стала такой красивой. И повсюду, на столах, на телевизоре, на видеомагнитофоне и на подоконниках, лежали вязаные произведения ангелы. Звездочки, круги и квадраты неиссякаемым потоком выходили из ее умелых рук и ложились на все, что имело плоскую поверхность. Ее изделия висели на карнизах в виде гардин с оборками, в качестве полотенца в ванной и занавески на стеном шкафу в прихожей. В мягких пастельных тонах были воплощены сложные рисунки, напоминающие снежинки, паутину или медуз. Ренни не мог надевиться ее вязанию. Для него оно оставалось неразрешимой загадкой. Это должно быть очень сложно. Но она вязала легко, не напрягаясь и даже не глядя на свое рукоделие. Кроме вязания она не умела ничего. Готовить она не умела. Она была не способна заполнить простейший формуляр в учреждении, не знала, как обращаться с машинами в общинной прачечной. Когда звонил телефон, она страшно пугалась и никогда не брала трубку. Правда, ей никогда и не звонили. Обычно это был Тори, которому хотелось пообщаться с Ренни. Ангела не знала общепринятых социальных норм. Она никогда не разговаривала с соседями. Когда с ней здоровались на лестничной площадке, она опускала глаза и торопливо шла дальше. В магазинах она протискивалась к прилавку, не обращая внимания на очередь и очень удивлялась, когда люди начинали протестовать. Иногда Рене казалось, что Ангела прилетела на Землю с другой планеты. Иногда он пытался представить себе, как она жила раньше, в детстве навязчивая опека, в тесном религиозном окружении. Никаких подруг. Плен в объятиях властных родителей до самой их смерти. И, наконец, свобода, с которой она не знала, что делать. Откормленная, с подрезанными крыльями, она была выпущена из клетки и попала в мир безобразных квартир и церковных кружков рукоделия. Но он был буквально очарован ею. Ее невежество напоминало ему листы белой неисписанной бумаги или только что выпавший снег, на котором не было ни одного следа. Чистый лист, целина, на которую не ступала ничья нога. Поле нереализованных возможностей. Ему понравилось обучать ее разным вещам. Для начала он стал учить ее готовить. Сам он делал это охотно и с большим удовольствием. Иногда он покупал на рынке всякие приправы и пряности и готовил блюда, виденные им в телевизионных кулинарных передачах. Ангела была способна только положить кусок маргарина на сковородку и нарезать колбасу. Но она оказалась способной ученицей. Рейни научил ее готовить отварное мясо с хреном, голубцы и селедку с луковым соусом. Он показал ей, как красиво сервировать стол и пытался говорить с ней во время еды, а не безмолвно и сосредоточенно запихивать в рот куски. После короткой лекции Ангела научилась обращаться со стиральной машиной и сушилкой. Однажды она завела стиральную машину в то время, на какое записалась соседка. Таня обиделась, но Ангела совершенно пала духом. «Я всегда все делаю не так», то и дело бормотала она, отказываясь пользоваться машиной. Рейни пришлось буквально за руку привезти ее в прачечную, показать, как работает машина и поддержать ее похвалой. После этого Ангела снова начала стирать самостоятельно. Несмотря на то, что она была молчалива и упряма, стеснялась соседей и не умела многого из того, что обычно делают замужние женщины, Рейни не раздражался. Напротив, с Ангелой он чувствовал себя необыкновенно хорошо. Разговаривая с Ангелой, он с удовольствием прислушивался к звукам собственного голоса, уверенного и немного шутливого, голоса которому она с такой радостью внимала. Ему нравилось, как он берет ее за руку, обучая готовке. Любил обнимать ее за талию, когда вел ее туда, куда она не желала идти. Он любил Ангелу за то, что благодаря ей сумел впервые в жизни полюбить самого себя. Глава шестая Ангела стояла у плиты и готовила телячий рулет со сливочным соусом. Рейни стоял у нее за спиной. Заглядывая через ее полное плечо, он время от времени шепотом давал ей ценные советы. Он не хотел быть слишком навязчивым, поэтому старался не мозолить ей глаза и как можно тише говорить. Он вмешивался только для того, чтобы придать Ангеле уверенности, а когда видел, что она справляется сама, отстранялся и умолкал. «Перец Ангела!» — суфлировал он. Она сделала пару оборотов ручкой мельницы и посыпала фарш молотым перцем. Рейни ободряюще кивнул. «Еще немного». Она еще два раза повернула ручку. Сегодня они ждали гостей. Рейни, наконец, решился пригласить Тури. Он давно хотел сделать это, но каждый раз откладывал. Сказать по правде, он немного опасался знакомить Ангелу с Тури. Грубый, презирающий женщин Тури, его сальный юмор, его неухоженность и склонность к спиртному. И рядом Ангела, застенчивая и молчаливая, становящаяся в присутствии других людей чопорной и робкой. Но надо же было их познакомить, его единственных в мире друзей. Рейни тщательно готовился к этому вечеру, прося Ангелу быть снисходительной, а Тури — сдержанным. Тури явился в точно назначенный час, в поношенной, но безупречно свежей белой рубашке. Он был в какой-то мере трезв и принес с собой горшок с живыми хризантемами, которые вручил Ангеле. Равнодушно скользнув ничего невыражающим взглядом по цветам, она поставила их на комод в прихожей и пошла на кухню. Рейни, извиняясь перед другом, виновата, пожал плечами. Телячий рулет источал изумительный аромат. Ангела ела молча, опустив глаза в тарелку. Зато Тури был в ударе и говорил за двоих. Через некоторое время на столе, откуда ни возьмись, появилась бутылка водки. Вероятно, Тури держал ее в кармане пиджака. «Теперь неси-ка нам стаканы, малышка», — сказал он Ангеле. «Или, может, тебе лучше выпить вот этого?», — продолжал он, намекая на пиво в стаканах. «Спрячь бутылку, Тури. Мы с Ангелой не пьем водку», — сказал Рейни тоном, не терпящим возражений. Но Ангела уже ухватилась обеими руками за край стола, как обычно делала, когда хотела встать. Поднялась и, переваливаясь с ноги на ногу, подошла к посудному шкафу, достала оттуда водочный стакан и поставила его перед Тури. Они купили наборы стаканов и бокалов для вина, коньяка, ликера и водки вместе с посудным шкафом. Ангеле очень понравился этот стеклянный шкаф, подсвеченный изнутри люминесцентными лампами. Тури благодарно рассмеялся и налил себе водки. Ангела тяжело опустилась на стол и снова принялась за еду. Женщина не произнесла ни слова с того момента, когда пришел Тури. После еды Рейни показал другу отремонтированную квартиру. Тури восхищенно кивал, все время повторяя, что просто не узнал квартиру друга. — У нее есть денежки? — прошептал он. Рейни не рассказывал Тури о полученном им наследстве. Он был на сто процентов уверен, что, узная об этом Тури, он не ограничился бы просьбами одолжить пятьдесят крон, а стал бы требовать больше. Теперь он думает, что за мебель и автомобиль платила Ангеле. Пусть думает. — Так и надо поступать, Рейни, молодец! — Теперь будем пить кофе, — коротко сказал Рейни. Они снова уселись за кухонный стол. Ангела принесла кофейник и пирожные. Подойдя к Тури, она налила ему кофе и повернулась гостю спиной. Тури положил в рот кусок сахара, смачно отхлебнул кофе и громко сказал. — Чертовски вкусный кофе и отменная еда! — Ты здорово в этом петришь, толстушка! Он радостно заржал, зажав кусок сахара беззубыми челюстями, протянул жилистую руку и ущипнул Ангелу за зад. Реакция была такой стремительной, что ни Рейни, ни Тури не успели толком сообразить, что произошло. Казалось, рука Тури нажала невидимую кнопку, соединенную с неведомой до сих пор взрывной силой Ангелы. Едва большой указательный палец Тури коснулись ее тела, как Ангела развернулась и с быстротой кобры влепила Тури по щечину. Удар был так силен, что голова Тури резко качнулась в сторону, кусок сахара вылетел изо рта, а горячий кофе из чашки выплеснулся ему на лицо и на рубашку. Все произошло так быстро, что Рейни не успел ничего разглядеть, но мог бы поклясться, что в момент удара рука Ангелы была сжата в кулак. — Боже мой, Тури, ты обжегся? Рейни бросился к мойке и открыл кран. — Умойся холодной водой, это помогает от отжогов. Но оцепеневший Тури продолжал неподвижно сидеть на стуле, не отрывая глаз от Ангелы, которая с обычной своей вязкой медлительностью опустилась на стул. Непричесанные волосы стояли торчком и в свете люстры казались светящимся нимбом. Тури зажмурил глаза, а потом медленно их открыл, как будто для того, чтобы удостовериться в том, что он не ослеп. — Черт возьми, — произнес он наконец, — ты с ней еще помучаешься. В раковину мойки лилась мощная струя холодной воды. Рейни намочил кухонное полотенце и слегка его отжал. Ангела флегматично и тщательно порезала песочные пирожные на мелкие кусочки и один за другим отправила их в рот. Было видно, как ее язык выискивает во рту крупинки сахара. Вид у нее был усталый и умиротворенный, как у кошки, поймавшей, наконец, ловкую мышку. Втайне Рейни был страшно горд выходкой ангелы. Нельзя так обходиться с его женой. Очень хорошо, что теперь Тури это понял. Он получил хороший урок. — Ох-ох-ох, — бурчал Тури. По-прежнему пристально, глядя на ангела, он взял из рук Рейни мокрое полотенце, потом отвел от ангела взгляд и принялся промокать лицо. — Возьми мою рубашку, а свою оставь, я ее сейчас замочу, — предложил Рейни. — Не надо, я, пожалуй, пойду, — отказал Сатуре. Глава седьмая. Наступила осень, но деревья пока не пожелтели. Они ехали по дороге, вьющейся между холмистыми полями, окаймленными хвойным лесом. — Сверни здесь на боковую дорогу, — сказала ангела. — Мне хочется проехать по тому лесу, он такой красивый. Рейни свернул. — Да, местность здесь, на удивление, красивая. — Хорошо было бы здесь жить, — сказала ангела. — Ну да, — согласился Рейни, хотя ему самому больше нравилось жить в городе. — Если бы у нас был летний домик, — мечтательно произнесла ангела. Но полученные по наследству деньги уже закончились, и на покупку летнего домика их не осталось. На придорожном щите значилось «Кафе, деревенская изба, 200 метров». Как и ожидал Рейни, ангеле захотелось туда заглянуть. Кафе действительно напоминало деревенскую избу. Рейни припарковал машину во дворе. Они вышли из машины. Воздух был прохладный, чистый, чувствовался смолистый запах огня в камине. Деревня всегда бывает холоднее, чем в городе. Ангела сразу заметила и неуклюже шагая поспешила к дому. От долгого сидения у нее, видно, затекли ноги. Убранство «Кафе» было старомодным и уютным. Столы из камьи, из грубо обструганных досок, повсюду предметы старинной крестьянской утвари. На палке, прикрепленной к потолку, висели хлебы. В большом камине весело трещал огонь. Рейни и ангел оказались единственными посетителями. Молодая пара, владельца «Кафе» была дружелюбна и приветлива. Муж, симпатичный парень, со стянутыми в хвост длинными светлыми волосами, поставил на стол кофе и свежие булочки с кардамоном. Сел за соседний столик и заговорил с гостями. Он рассказал, что они с женой приехали сюда из города, отремонтировали старую хибару, открыли кафе и вполне довольны жизнью. В кухне они увидели стройную молодую женщину, жену хозяина в длинном фартуке. Время от времени она вставляла словечко в разговор и шутила с гостями, продолжая греметь противнями и сковородками. На печке грелась большая черная кошка. Рейни потянулся к ней, чтобы погладить, но кошка спрыгнула с печки и убежала. Потом они увидели ее на полу. Она терлась о ножку стола. Рейни наклонился и хотел все же приласкать грациозное животное, но опять неудачно. Кошка оказалась очень пугливой. Ангела, как всегда, сидела молча и не принимала участия в разговоре. Тем не менее, Рейни думал, что ей полезно показываться на людях. Она и так постоянно сидит дома. Кошка вдруг словно ниоткуда вспрыгнула ей на колени и уютно на них устроилась. Ангела принялась поглаживать ее. Рейни удивленно возрелся на жену, а хозяин продолжал говорить о проблемах со строительством. Ангела ритмично, почти грубо гладила кошку по спине своей похожей на подушку ладонью. Движения подчинялись жесткому, неизменному ритму. И большой, красивой черной кошке это, очевидно, нравилось. Она утробно мурлыкала, закрыв глаза. Усы подрагивали в такт ее урчанию. Кошка была черна, как уголь. — Вы живете где-то здесь? — спросил хозяин. — Нет-нет, мы живем в городе, среди камней асфальта, — ответил Рейни, который зачарованно смотрел на жену и кошку. Ласка Ангелы поразила его. Она никогда не гладила Рейни. Сама она не возражала против того, чтобы гладили ее, но никогда не ласкала мужа. Ни разу за все время, что они вместе, она не приласкала его. Рейни часто видел, как жены целуют мужей при встрече или при расставании, но Ангела до сих пор ни разу его не поцеловала. Он понимал, что это трудно — начать целоваться в зрелом возрасте, если никогда не делал этого раньше. Это было просто отсутствие привычки, но тем не менее, все же они муж и жена. Он вдруг поймал себя на мысли о том, что очень хочет оказаться сейчас на месте кошки, и даже попытался представить себе, как Ангела гладит его по обнаженной коже, а ее толстые пальцы ласкают его член. — У вас нет домика в здешних окрестностях? — спросил хозяин. — Нет, но мы только сейчас в машине обсуждали с женой этот вопрос, — ответил Рейни. — Как раз говорили, что хорошо бы иметь здесь домик. Моей же не очень нравится жить на природе, правда, Ангела? Ангела молча кивнула, продолжая гладить кошку. — Здесь недалеко в лесу есть один домик, — сказал хозяин кафе. — Вы можете дешево снять его на весь год, если будете присматривать за ним, чтобы он не пришел в упадок. Дом принадлежит одной пожилой паре. Когда муж вышел на пенсию, они уехали в Испанию. Купили себе квартиру в Марбелье. Дом они продавать не захотели, потому что неизвестно, как сложится жизнь. Вдруг придется вернуться. Построили они этот дом давно, когда только что поженились. Дом хорош, двухэтажный, с большим ухоженным участком и место очень живописное. Если хотите поехать и посмотреть, то у нас есть ключ. Рейни снова посмотрел на Ангелу. Она радостно кивнула. — У меня нет времени поехать с вами, но вы и сами легко его найдете, — сказал хозяин. — Сейчас поедете направо, выйдете на шоссе, проедете три километра и свернете влево на лесную дорогу. — Что скажешь, Ангела? — Предложение заманчивое. — Надо ехать сейчас, пока не стемнело. — Мы закрываем в шесть, но сегодня закроем позже, — произнес хозяин. На улице уже смеркалось, над лугами стелился легкий туман. Рейни поставил счетчик на ноль и действительно, ровно через три километра увидел немощенную дорогу с глубокими, выдавленными в глинистом грунте кольями. Дом, по счастью, находился недалеко, в нескольких сотнях метров от поворота. Дом показался им просто замечательным. Маленький, но высокий, выстроенный в альпийском стиле. За домом был виден покрытый лугом склон. Сочная зеленая трава блестела от вечерней росы. По обеим сторонам стояла глухая стена вековых елей. К лугу был обращен маленький балкон, покоившийся на мощных наклонных балках. Дом был построен из толстого бруса и чудесно смотрелся на фоне еловых стволов. С этой стороны он был похож на птичье гнездо или на игрушечный домик. Рейни отпер дверь, и через тесную прихожую они прошли в длинную, отлично оборудованную кухню с водопроводом и холодильником. К прихожей примыкали туалет и душ. Остальная часть первого этажа представляла собой одну большую комнату с открытым камином и деревенской мебелью. На второй этаж вела крутая лестница. По обе стороны от узкого коридора располагались две спаленки с косыми стенами. Коридор заканчивался застекленным выходом на балкон. Идя по дому, Ангела открывала шкафы и выдвигала ящики, гладила ладонью деревянную мебель. Видно было, что она восхищена. Рейни спустился вниз и осмотрел сарай с тремя дверями. В одном помещении хранились дрова, в другом — косилка и прочий инвентарь, а в третьем находилась маленькая мастерская с верстаком. В кафе они вернулись, когда уже совсем стемнело. Дымка над лугами сгустилась в настоящий туман, стелившийся в двух метрах над землей. Ветер совершенно утих. — Какой хороший домик, — сказала Ангела. — Как ты думаешь, какую с нас запросят цену? — Посмотрим. — Там так тихо и мирно. Кругом леса никаких соседей, — продолжала Ангела. — А какой большой участок? — Правда, придется косить траву. — Для этого у нас будет масса времени, — сказал Рейни. — Да, верно, — отозвалась Ангела. Рейни вдавил тормоз в пол, прежде чем успел сообразить, что случилось. В свете фар на дороге прямо перед машиной произошло какое-то движение. Внезапно возникло что-то темное и неровное. Ангела пронзительно вскрикнула. — Что это было? Мы на что-то наехали? — Машина остановилась. Ангела всем своим громадным телом прижалась к Рейни, крепко ухватившись за его правую руку. Он чувствовал, что ее бьет сильная дрожь. — Наверное, это какой-то зверь. Судя по всему, небольшой. Заяц или барсук. Сейчас выйду и посмотрю. Взяв фонарик, он вышел из машины. На дороге он увидел следы крови, но никакого зверя рядом с машиной не было. — Пойду посмотрю, — сказал он. — Я пойду с тобой. Жалобно пискнула Ангела. — Нет, думаю, тебе надо остаться. Посиди в машине. Я включил аварийную мигалку. Светя фонариком, он пошел вдоль кровавого следа. След вел назад, туда, откуда они ехали. И исчезал в кустах, росших на обочине дороги. Рейни направил луч под ветви. Под ними шевелился кто-то. Медленно и неуклюже. Рейни отодвинул в сторону ветви и присмотрелся. Сначала он не понял, что это за зверь. Существо выглядело как-то странно. Потом до Рейни дошло, что это кошка. Задняя часть ее тела была практически полностью раздавлена. Задние лапы и туловище из разорванного брюха вываливались коричневатые внутренности. Невероятно, но животное было еще живо, хотя от него осталось всего половина. Но кошка жила и даже двигалась. Опираясь на грудь и передние лапы, она поползла навстречу Рейни. Ее надо убить. Сейчас он вернется к машине и возьмет какой-нибудь тяжелый инструмент. Подойдет большой гаечный ключ. Но пока он будет ходить, кошка, пожалуй, спрячется. Ее придется долго искать. Да и ангела попросится пойти с ним. А он ни в коем случае не хотел, чтобы она все это видела. Он посветил фонарем и огляделся. Он почти сразу нашел подходящий камень, потом залез под кусты и, положив левую руку на спину животного, прижал его к земле. Кошка подняла голову и оскалила зубы. Но вместо грозного урчания из пасти выступила красноватая пена. Рейни трижды ударил кошку камнем по голове. Покончив с этим, Рейни отвернулся от мертвой кошки. Надо немного успокоиться, прежде чем возвращаться к ангеле. Потом ему пришло в голову, что, возможно, на кошке есть ошейник с именем владельца, которого следовало бы поставить в известность о происшествии. Он обернулся и снова посмотрел на трупик. Трудно было узнать в этом обрубке кошку. Ошейника не было. Кошка оказалась черной. Рейни! В голосе ангелы, похожем на вскрик птицы, слышалось такое отчаяние, словно они заехали бог весь куда. Он вышел на дорогу. Машину было не видно за туманом. Аварийная сигнализация мигала, как маячный огонь. «Ты что-нибудь нашел?» — спросила ангела. Она стояла спиной к машине, подняв воротник пальто. Ей было холодно и страшно. Нет. Он не хотел, чтобы она знала. Он вдруг вспомнил, как она гладила в кафе черную кошку. До кафе оставалось еще около двух километров. Уходят ли кошки, гуляя так далеко от дома? Но, в конце концов, в мире много черных кошек. Они сели в машину. Рейни испытывал тошноту. «Почему мы не едем?» — спросила ангела. Рейни включил зажигание и тронул автомобиль с места. Теперь он ехал очень медленно. Свет фар, казалось, отскакивал от непроницаемой стены белесого тумана, похожего на пустой киноэкран, на котором Рейни напряженно ожидал появления еще какого-нибудь зверя. Потом туман вдруг закончился. Воздух снова был чист и прозрачен. «Тебя так долго не было!» — жалобно заговорила ангела. «Я начала волноваться. Куда это ты запропастился? Я даже боялась, что с тобой что-то случилось. Хотела уже идти тебя искать». Эти слова согрели его сильно стучавшее сердце. Рейни улыбнулся. «Я пошел в лес и стал искать там раненого зверя. Но он, вероятно, ушел. Зверек наверняка был небольшой. На наше счастье это был не лось, иначе нам бы плохо пришлось». Вход в кафе деревенской избы был закрыт. Они обогнули кухню и постучали в заднюю дверь. Молодая чета стояла у плиты, пахла чем-то вкусным. «Жарим на завтра фрикадельки для бутербродов», — сказала хозяйка. «Заходите, попробуйте». Они вернули ключ, уселись на скамью и получили по тарелке с фрикадельками. В старой деревенской кухне было очень уютно. Молодые хозяева делали ремонт очень осторожно, сохранив дровяную плиту, кухонные шкафы и деревянную обшивку стен. На окнах висели гордины в мелкую клетку. «Как вам понравился дом?» — спросила женщина. «Он просто чудесный», — ответил Рейни, — с полным ртом фрикаделек. «Очень красивый», — добавила ангела. Рейни показалось, что жена каким-то странным взглядом смотрит на его руку. Он скосил глаза и увидел на рукаве цепочку кровавых пятен. Он не сразу понял, что это кошачья кровь. Он быстро закатал рукав рубашки и снова посмотрел на ангелу. Нет, кажется, она ничего не поняла. «Как у вас здесь тепло и уютно», — сказал он. «Да, домик нам действительно понравился. Он в полном порядке. А какой прекрасный участок!» «Может быть, вы хотите позвонить владельцам? Мы дадим вам номер телефона», — сказал мужчина. «Надеюсь только, что плата окажется не чересчур высокой для нас», — промолвила ангела. Через две Рейни заглянул в зал. Свет там был выключен, но помещение освещалось красным пламенем огня в камине. Он окинул взглядом все углы, заглянул под столы из камьи. Кошки нигде не было. Глава восьмая В следующем году ангела забеременела. Беременность была почти незаметна из-за невероятной толщины будущей матери, но ребенок жил в ее чреве. Рейни видел его на экране, когда ангеле делали УЗИ. Положив ладонь на живот жены, он ощущал толчки, трепещущие нерегулярные движения, как взмахи лапок или крылышек. Акушерка задала ангеле и Рейни множество вопросов. Ангела не выносила вопросов, отвечала односложно, а на некоторые вопросы вообще не реагировала, уставившись на свой живот. «Тебе следовало бы быть любезнее с акушеркой», — сказал Рейни, когда они вернулись домой. «Почему?» «А почему ты так нелюбезна?» «Она все чего-то вынюхивает, слишком много спрашивает». «Но это ее работа, она должна знать, как протекает беременность, понимаешь?» «Это ее не касается», — упрямо ответила ангела. «Она хочет, чтобы было лучше и тебе, и ребенку». Ангела надула губы и замолчала. Она была явно не в настроении от осмотра. «Она спросила тебя, не принимаешь ли ты какие-нибудь лекарства, а ты сказала, что нет», — добавил Рейни. «Да». «Но ты же принимаешь какие-то таблетки?» «Для рук или для чего-то там». «Я их больше не принимаю». Бросила, как только поняла, что беременна. «Хорошо. Я думаю, что они тебе вообще не нужны. Кажется, руки у тебя в полном порядке». «Я никогда не говорила, что моим рукам чего-то не хватает». «Зачем же ты их тогда принимала?» «Это витаминные таблетки, только и всего». «Но тогда ты могла бы принимать их и дальше? Витамины полезны всем?» «Я сама знаю, что мне полезно, а что нет», — огрызнулась она. Рейни прекратил спор. Он слышал, что беременные женщины очень легко раздражаются от любого пустяка. Акушерка сказала, что на следующей неделе хочет поговорить с отцом. Ангеле не разрешили пойти на прием вместе с Рейни, и это ей очень не понравилось. «Что такого вы там будете обсуждать? Чего мне нельзя слышать?» — недоверчиво спросила она. «Это беседа с отцом», — объяснил ей Рейни. «А ты, между прочим, будешь матерью Ангела, а не отцом. Это будет разговор между будущим отцом и Акушеркой». «Нет, у нее не наблюдается особых перепадов настроения», — ответил Рейни на вопрос Акушерки. Он не хотел выставлять Ангелу в дурном свете. «Для беременных женщин раздражительность — это нормальное состояние», — сказала Акушерка и улыбнулась. У нее была широкая от уха до уха улыбка, слишком широкая для ее миловидного лица. Причем она вдруг без всякого предупреждения бесследно исчезала, словно ее выключали. Впечатление от этого мгновенного перехода было поразительным. «В конце концов, вашей жене уже 44 года, поэтому она нуждается в самом пристальном наблюдении», — с полной серьезностью и без улыбки продолжила Акушерка. «Вы хотите сказать, что она слишком стара для рождения ребенка? Вы верите, что она перенесет беременность и роды?» — робко спросил Рейни. «Такие старые первородящие — действительно большая редкость, но я думаю, что она справится». Лицо Акушерки снова взорвалось ослепительной улыбкой. Рейни не пришлось ни о чем заботиться. Когда пришло время, ангела приняла это событие в своей жизни так, словно деторождение было самым привычным для нее делом. Она восприняла роды как труд, целеустремленно, спокойно и умело. Когда схватки усиливались, лицо ангела бледнело, но ни одна жалоба не сорвалась с ее губ. Когда же Рейни взял ее за руку, она раздраженно ее отдернула, процедив сквозь зубы «не сейчас», как будто Рейни просил о помощи, а не хотел ее предложить. Рейни посмотрел на часы, чтобы понять, сколько времени продолжаются схватки. Или сокращение, как называла их Акушерка, лихорадочно соображая, чем может помочь жене. Сама ангела никогда не носила часов. Он купил ей хорошие часы с секундной стрелкой, но она так ни разу их и не надела. «Эта схватка была очень долгой», — сказал он, когда ангела снова порозовела, пережив очередную схватку. «Ты держишься молодцом, ангела». Она бросила на него усталый презрительный взгляд и закрыла глаза, готовясь к следующему кругу испытаний. Ангела лежала на обычной больничной койке, укрытой зеленой эпонжевой тканью. Зловещего вида Акушерское кресло стояло рядом. У окна находилось что-то вроде пластикового аквариума на колесах. Было очень странно видеть кроватку для человека, которого еще не было на свете. Утомленный бессонной ночью, нервничавший Рейни, временами забывал, зачем они вообще здесь находятся. Но стоило ему увидеть аквариум, как он тотчас вспоминал о ребенке, который вот-вот должен родиться на свет. Акушерка расхаживала по залу между ангелой и другими роженицами. В очередной раз осмотрев ангелу, Акушерка велела ей перейти на Акушерское кресло. Рейни окатило холодом. Срок настал. Перед его внутренним взором предстала лона ангелы. Это мифическая, таинственная лона. И вот теперь в свете хирургической лампы из этого лона, словно актер на сцену из-за сомкнутых бархатных занавесей, на свет выйдет его дитя. Но Рейни было не суждено увидеть этот спектакль. Ангела наотрез отказалась переходить на кресло. А когда все же согласилась это сделать, потребовала, чтобы Рейни вышел прочь из родильного зала. Его робкие просьбы и удивление Акушерки не возымели никакого действия. «Уйди!» — повторяла она. «Я так не могу! Уйди!» «Но, ангела, тебе не кажется, что мне лучше! Мне так хотелось!» «Не сейчас!» — отрезала она. Он вышел из родильного зала, сел в вестибюле на кушетку и принялся машинально листать какие-то женские журналы. Праздничный наряд из шелестящего шелка, итальянское приглашение, весенний салат с артишоками и крабами. Да его слуха донесся детский крик. «Где это? В боксе ангела или нет?» Никто его не звал. Он принялся перебирать газеты. Потные от волнения пальцы прилипали к страницам. «Знаете ли вы, что в Лондоне в моду вошли маленькие зажимы для волос?» «Несмотря на мою известность, мне всегда приходилось бороться с заниженной самооценкой. Громкий шепот заставил его вздрогнуть от неожиданности. «Идите сюда. Я покажу вам что-то прелестное». Акушерка стояла в дверях, смотрела на Рейни и заговорщически подмигивала. Едва передвигая, мгновенно ставшие ватными ноги, он направился в родильный зал. Ангела снова лежала на койке, держа в руках ребенка, завернутого в хлопчатобумажное одеяло. Рейни склонился над свертком. Маленькое личико было темно-лилового цвета. Черт лица еще не было, сплошные борозды и складки, как на измятом листке бумаги. Из конверта виднелась просто-таки неземная ручка с крошечными пальчиками, чертившими в воздухе какие-то магические знаки. Щель, оказавшаяся ртом, открылась и издала звук, похожий на немного гнусавый писк игрушечной резиновой утки. «Кто это?» «Я имею в виду, мальчик или девочка?» — спросил Рейни. «Мальчик», — ответила ангела. Внутри у Рейни что-то перевернулось. Акушерка подняла жалюзи, и в бок схлынул солнечный свет. Рейни пришел в себя. «Так значит, сейчас уже день?» Он был уверен, что на дворе еще ночь, который теперь час, утро, полдень, вечер. Он ведь совсем недавно так часто смотрел на часы, но, как это ни парадоксально, не знал, сколько времени. Все время, пока продолжались роды, он жил в какой-то своей системе отчета времени, в ритме повторяющихся схваток, теперь он вспомнил, что это была альтернативная возможность измерять время, но все же который теперь час. Да вообще, какое сейчас время года! Глава девятая. Теперь у Рейни было все. Жена, сын, машина и дача. Они с ангелой сняли дом в лесу. Рейни, всегда считавший себя нелюдимым и одиноким человеком, внезапно ощутил себя вполне нормальным членом общества. Общество женатых мужчин с детьми, машинами и домами. Людей, которым обращались газеты. Время пересмотреть кредиты. Какая погода светит вам в отпуске? Вернем себе радость секса. Рейни стали интересовать вопросы, которые прежде либо его совершенно не занимали, либо обостряли чувство собственной неполноценности. Но теперь он стал одним из обычных, нормальных людей. Людей, которые по субботам стоят в очередях, у касс супермаркетов. В легкой одежде, спортивного стиля, они с ангелой не спеша ходили по нему с детской коляской и тележкой для покупок. Они покупали памперсы в экономичных упаковках, белую дачную мебель из пластика, дрель, сверла, бильярды, модные бейсболки. Они ничем не отличались от множества других семей, в которых мужья и жены спорили друг с другом, в которых матери то и дело окриками останавливали детей. «Натали, иди сюда, не то я тебе задам!» «Ванесса, положи эту штуку на место, я тебе говорю!» Чем нежнее имя ребенка, тем более возмущенный окрик. Рейни и Ангела листали каталоги увлечений, читали в газетах отчеты о результатах тестирования маринованной селедки, раков и гриля. Однажды в воскресенье они поехали на дачу. Рейни, Ангела и Бьярни. Мальчика назвали в честь брата Ангелы. Рейни до этого не знал, что у Ангела есть брат, но очевидно, что он был. И хотя Ангела с ним не зналась, она, видимо, его любила, если захотела назвать сына его именем. По дороге они заехали на заправку. Вдали слышался звон церковных колоколов. Ангела вытащила Бьярни из детского кресла и, устроившись на заднем сиденье, принялась его кормить. Она делала это очень охотно и почти везде — в кафе, супермаркетах и на садовых скамейках. Она, обычно такая застенчивая, могла, не моргнув глазом, распахнуть блузку, расстегнуть застегивающийся спереди бюстгальтер для кормящих матерей и выпростать грудь большую, тяжелую, ослепительно-белую, как будто сквозь кожу проступало переполнявшее молоко и дать ее младенцу на виду у всего честного народа. Бирейни не возражал. Он гордился женой и сыном. Эта евангельская сцена умиляла его еще больше, когда разыгрывалась в общественном месте. Когда он заправлялся, на его плечо легла чья-то рука. «Привет! Собираешься на прогулку?» Бирейни обернулся и узнал человека, с которым они обычно вместе заполняли лотерейные билетики в одной табачной лавке. Они ставили крестики в табличке, обменивались замечаниями по поводу возможных выигрышей, говорили о футболе и всякой всячине. Вспомнил Бирейни восхитительный аромат табака, трескучий скрежет игральных автоматов и звон дверного колокольчика, когда входили и выходили покупатели. С тех пор утекло много воды, но того человека Бирейни очень хорошо помнил. «Куда путь держишь?» — спросил человек. «За город. Мы сняли в лесу дачу». Бирейни махнул шлангом в неопределенном направлении и вставил наконечник шланга в гнездо. «Твоя машина?» — давний знакомец обошел автомобиль, вслух восхищаясь зеленым металликом. Машина была только что вымыта и отполирована. Они с Ангелой всегда ездили на одну и ту же мойку. «Конечно, это моя машина», — ответил Бирейни. «Только теперь человек заметил на заднем сиденье ангелу с ребенком. Его румяная жена выглядела просто восхитительно в своем голубом пальто. «Значит, едешь с семьей на дачу?» — спросил человек. «Именно», — ответил Бирейни. «Хотим пару дней, пока хорошая погода, побыть на даче с малышом». Мужчина серьезно кивнул, помолчал и сказал. «Значит, в конце концов тебе повезло, и ты сорвал крупный выигрыш». Рейни вспомнил табачную лавку и их фантазии о том, на что они потратят деньги, если им повезет. Он рассмеялся. «Нет, нет, получил небольшое наследство от сестры». Сзади нетерпеливо посигналили, и разговор пришлось закончить. Но встреча с давним приятелем надолго запечатлелась в памяти Рейни. Он посмотрел на себя глазами постороннего человека. Счастливый муж, едущий на дачу с женой и сыном. Он вспомнил слова знакомого. «Тебе повезло, и ты сорвал крупный выигрыш?» Он должен был ответить «да». «Да, я крупно выиграл». Мне пришлось долго ждать, но в конце концов я выиграл. Глава десятая. Материнство до неузнаваемости преобразило ангелу. Она стала жизнерадостнее, живее. Она стала меньше вязать и реже сидела перед телевизором. Это и неудивительно, так как забот у нее прибавилось. Для прежних занятий она могла выкроить лишь часок-другой, пока малыш спал. Она перестала есть пирожные сладости в прежних огромных количествах. Ей пришлось купить новую одежду, потому что старая висела на ней теперь как мешок. Лицо ее приобрело контуры, выступил небольшой, но решительный подбородок, который придавал ангеле пикантность, но немного пугал Рейне. Временами Рейне вспоминал прежнюю ангелу, ее пустой, направленный на телевизионный экран взгляд, механически орудующие вязальным крючком руки, направленный внутрь взор и отсутствующий вид, когда она ела пирожные. Казалось, ангела, наконец, пробудилась после долгого мертвого сна. Да, материнство сильно ее изменило. Он тщательно проштудировал брошюру «Как стать отцом», которую дала ему акушерка во время беседы, и был подготовлен к переменам. Из брошюры он также узнал, что после родов у женщины может ослабеть половое влечение. Особым влечением, насколько он мог судить, ангела и раньше-то не отличалась, но от секса никогда не отказывалась. Она его покорно принимала, всегда была под рукой. Рейне довольствовался этим и никогда не требовал большего. Рейне очень долго ждал, прежде чем решиться наблизость с ангелой после родов, но она сразу же сказала ему «нет». «Никаких объяснений, никаких извинений, только тихое, но твердое – нет». С тех пор это повторялось каждый раз, когда Рейне пытался сблизиться с ней. Не было никакого смысла ставить ей это в упрек. Очень редко, особенно когда ангела кормила малыша, Рейне ощущал легкий укол в сердце. Словно крошечная птичка клевала его в грудь. Может быть, это была зависть к бьярне, которому ангела не возбраняло прикасаться к своему телу? Неужели он ревнует жену к собственному сыну? Нет, для такой ревности он был чересчур счастлив. Он больше прежнего любил ангелу и безмерно любил бьярне. Он любил их вместе, как единое живое существо. Они же всегда вместе. Они неразделимы, мать и дитя. Он подождет. Ему некуда спешить. Счастливый человек никогда не спешит. Все лето они провели на даче. Бьярне обычно лежал в траве на одеяле. Ангела в бейсболке сидела рядом в открытом летнем платье. Руки, занятые вязанием, сновали на ее коленях, как два мелких зверька. Рейни работал либо в мастерской, либо на участке. Вокруг их маленького рая, словно стена из зелени и птичьего чириканья, стоял густой темный лес. Здесь они были наедине с собой. То же самое можно было бы сказать и об их житье в городской квартире, но там были чужие люди на улице и соседи на лестничной площадке. Здесь, за городом, их уединение было более полным, как и их единение. Он, она и дитя. И больше никого. Время от времени они ездили за покупками в соседний поселок. Когда же шел дождь, и дом казался им слишком тесным, а лес слишком мрачным, они путешествовали по окрестностям. Однажды они заехали в деревенскую избу, чтобы попить кофе у камина. Ангела уселась возле камина, держа на коленях бьярни. К ним подошел хозяин, поздоровался, поделился малышу и спросил, нравится ли им дом. Ангела сняла с малыша курточку, у огня было жарко, а Рейни, посмотрев на жену, вдруг вспомнил, как она гладила черную кошку, устроившуюся у нее на коленях. «У вас не было раньше кошки?» — спросил он. «Вон той?» — ответил хозяин и указал на окно, из которого Рейни увидел расхаживавшую по двору серую полосатую кошку. Временами она останавливалась у столиков под зонтиками и терлась об ножки. «Нет, я помню, что у вас была черная кошка, совершенно черная». «Может быть», — сказал хозяин, — «здесь бегает много разных кошек, одни появляются, другие исчезают». В то лето они еще пару раз заезжали в кафе, и каждый раз Рейни искал глазами черную кошку, но ее не было. Однажды он услышал, как ангела пела. В тот момент он стоял на стремянке и чинил водосток на крыше. Ангела сидела на одеяле в тени дерева, опершись спиной о ствол. Она высоко подзернула юбку и раскинула в стороны толстые ноги. Запелен этой бьярни лежал на них и тихо плакал. Мать только что его покормила, и ему следовало бы спать, но он почему-то никак не мог успокоиться. Ангела ритмично похлопала его по пупке и неожиданно начала петь. Рейни чуть не упал с лестницы, так его удивило это пение. Ангела пела «Ты чудный мой хрусталик». У нее оказался чистый, звонкий, переливчатый и глубокий голос. Говорила она совсем по-другому, монотонно, бесцветно, почти как робот. Рейни спустился со стремянки и хотел подойти ближе, чтобы лучше слышать чудное пение, но потом остановился. Это была такая мирная сцена. Ангела выглядела совершенно счастливой, да и бьярни успокоился и уснул. За обедом он нерешительно сказал «Я слышал сегодня, как ты поешь. Это было так красиво». «Я не пела», — ответила Ангела и опустила глаза. «Да нет же, это была старинная народная песня, правда? Я и не знал, что у тебя такой чудесный голос». «Я не пела», — упрямо повторила Ангела. Он и в самом деле был готов этому поверить. Голос, каким она сказала «Я не пела», был таким же невыразительным и плоским, как стена. Певческий же ее голос обладал поистине трехмерным объемом, куда, казалось, можно было войти. «Не надо стесняться этого Ангела. Ты действительно очень хорошо поешь», — заверил он ее. Ангела покачала головой и не произнесла больше ни слова. После обеда, когда Ренни искал в мастерской какой-то инструмент, он увидел, как Ангела с бьярни на руках идет по лужайке. Немного погодя, она прошла мимо сарая, катя перед собой коляску. «Мы пойдем гулять», — крикнула она мужу. Ренни вышел из мастерской и взглядом проводил их. Это было так необычно. Ангела никогда не гуляла с ребенком. В хорошую погоду коляску со спящим в ней бьярни просто ставили под дерево. Если же они хотели погулять за пределами участка, то пользовались для этого машиной. «Куда ты идешь?» — крикнул Ренни. Но Ангела уже вышла с участка и с трудом катила коляску по ухабистой дороге, соединявшей их участок с шоссе. Но ничего, скоро она выйдет на ровную дорогу, а там ей будет легче катить коляску. Но там намного опаснее. Дорога была узкая, со сравнительно плохой видимостью. Машины гоняли по ней с сумасшедшей скоростью. Ренни снова вспомнил задавленную им черную кошку. «Будь осторожна, иди только по обочине!» — во весь голос крикнул он ей вслед. Ренни снова принялся чинить водосток. Закончив работу, он заварил себе чашку кофе и сел с ней на балконе. Ангела не возвращалась. Ренни не на шутку стала беспокоить долгое ее отсутствие. Из-за полноты она не могла долго ходить пешком. Может быть, она решила где-нибудь посидеть и отдохнуть. Едва ли она могла остановиться и с кем-нибудь заговорить. Она не разговаривала с незнакомыми людьми. Он спустился на кухню и вымыл чашку. Почему она не возвращается? Уж не случилось ли чего? Он прождал три часа. Потом сел в машину и отправился на поиски. Проехав пару километров, он увидел жену. Она шла посреди дороги, склонившись над коляской. Шапочка ее сбилась на затылок, футболка промокла от пота. Ангела совершенно выбилась из сил. «О, как я устала!» — простонала она, когда Ренни вышел из машины и помог ей сложить коляску. «Должно быть, ты ушла слишком далеко», — сказал Ренни. «Очень далеко. Обещающе». Правда, следующих пеших прогулок не последовало. Ангела, видимо, решила, что с нее хватит и одной. Не было больше никаких нежностей. Может быть, тогда в машине ему это просто почудилось? А на самом деле она просто решила согнать муху с его щеки. Но Ангела стала дружелюбнее и, пожалуй, более открытой. Время от времени она пела. Когда укладывала Бьярне спать или кормила его. Он слышал ее пение издалека. Из спальни на втором этаже. Когда был в гостиной или служайке. Когда возился в мастерской. Если он хотел дольше слушать пение жены, то должен был оставаться на месте. Если он приближался, Ангела точно замолкала. Когда он хвалил ее, она лгала, говоря, что вовсе не пела. Глава одиннадцатая. В конце лета появились проблемы. У Бьярне заболел живот. От этой боли ребенок душераздирающий кричал. Пеленки были пропитаны водянистым, зловонным калом. Как раз в это время Ангела начала понемногу прикармливать мальчика фруктовым пюре. Она решила, что Бьярне его не переносит, и исключила из рациона. Но это не помогло. Все проходило напрямую. Словно у Бьярне был не длинный, извилистый кишечник, а прямая короткая трубка, соединяющая рот и задний проход. Скоро Бьярне, видимо, понял, что есть бессмысленно. И вообще отказался принимать пищу. Он исхудал. Щечки утратили румянец и покрылись сероватой бледностью. Все это сильно огорчило сестру из детского центра. «У вас хватает молока? Надо что-нибудь добавлять». «У меня столько молока, что хватит на всех детей в округе», — с обидой в голосе ответила Ангела, кивнув в сторону двери, за которой ожидали, в своей очереди, красивые молодые мамаши с детьми. Медсестра бросила взгляд на груди Ангелы. Два дирижабля, готовые разорвать блузку и вывалиться наружу, и торопливо кивнула. «Может быть, Бьярне требуется что-то другое? Вы не пробовали фруктовое или абрикосовое пюре, протертые бананы?» «Конечно, я все это пробовала». «Но он не хочет есть?» «Именно. Он вообще ничего не хочет». Медсестра посмотрела на Бьярне, который лежал на весах, словно птенец, выпавший из гнезда. «Думаю, малыша надо показать врачу. Вы можете приехать к нам завтра утром?» Вернувшись домой, Ангела жаловалась Рейне. «Мне так не понравилась эта медсестра. Я ей тоже не понравилась. Она с таким насмешливым видом на меня смотрела. Все спрашивала, пробовала ли я то, пробовала ли я это. Говорила со мной как с дурочкой». «Ах, вот оно что. Да она так говорит со всеми». «Нет. Так она говорила только со мной, потому что я старше других и потому что я толстая. Они воображают, что у них есть право приходить к нам домой и все здесь вынюхивать». «Ангела, это было обычное патронажное посещение», — перебил ее Рейне. «Детский центр присылает сестер домой ко всем неопытным родителям. Это мне рассказывала акушерка, когда беседовала со мной. Она ничего не вынюхивала. Мне кажется, она дала нам много полезных советов». «Она, да. Но не две другие, которые приходили». «Да, я тоже не совсем понял, чего они хотели. Может, это были люди из социального ведомства? Но это тоже не так плохо. Они лишь хотели убедиться, что нашему ребенку хорошо. Ты же сама видела, как они восхищались кроваткой Бьярни, пеленальным столиком. Они даже похвалили тебя». «Но эта сестра смотрела на меня так, как будто я виновата в том, что наш малыш ничего не ест. Я же ничего не могу с этим поделать, как ни стараюсь. И зачем нам нужно вне очереди показываться врачу?» «По плану следующий осмотр только через четыре недели». «Только нам назначили внеплановый осмотр». Когда Ангела с Бьярни на следующее утро поехала к детскому врачу, он задал ей множество вопросов, тщательно осмотрел малютку и на такси отправил в больницу. Обследование и ожидание результатов заняли несколько часов, после чего Ангела вернулась домой одна. Бьярни оставили для наблюдения в больнице. На обратном пути Ангела зашла в кондитерскую, купила три шоколадных пирожных с вишневым ликером и съела их за телевизором, пустым взглядом наблюдая за событиями очередного сериала. На вопрос Ирине о состоянии Бьярни она отвечала односложно и скупо. В больнице Бьярни получал искусственное питание. Малыш снова набрал вес, и врачи разрешили забрать его домой. Мальчику стало лучше, хотя никто по-прежнему не знал причину его болезни. На следующий день Бьярни снова стал кричать и отказываться от еды, его опять отвезли в больницу. Так продолжалось два месяца. Бьярни то выздоравливал, то снова заболевал. Когда это случалось, Ангела принималась есть сладости. Она заливала свое горе сливками и кремом, как алкоголики заливают горе водкой. Рене казалось возмутительным, что она жрет в три горла, когда ребенок вообще не желает есть. Чем больше Бьярни худел, тем толще становилась Ангела. Когда в больнице им говорили, что ребенок нормально ест и прибавляет весе, Ангела светилась радостью и не проявляла никакого желания заходить в кондитерскую. Было такое впечатление, что она и ребенок вместе поддерживали постоянный вес. Если один худел, то второй прибавлял весе и наоборот. Мать и сын вели себя, как сообщающиеся сосуды. Через некоторое время Рене и Ангелу пригласили на встречу со специалистом больницы. Специалистом оказалась женщина около 50 лет с черными крашенными волосами до плеч. Под белым халатом была надета футболка с глубоким вырезом. Здороваясь, она протянула Рене и Ангеле узкую гладкую руку ученого. Женщина сказала, что теперь они знают, чем болен Бьярни. Это была весьма необычная болезнь. Доктор назвала ее крупными печатными буквами, написала трудное название на листке бумаги и протянула его Ангеле. Бьярни страдает недостатком определенного фермента, который необходим для нормального пищеварения. Доктор делала длинные паузы между предложениями, чтобы супруги могли усвоить сказанное. На шее у врача было кожаное жерелье с перышком острым, как наконечник копья. При каждом слове это перышко приподнималось, а потом снова падало на кожу. Каждый год рождается три-четыре младенца с такой болезнью. Она чрезвычайно редкая. «Он выздоровеет?» — спросил Рене. «Со временем ему, возможно, станет лучше. Но окончательно он, к сожалению, не выздоровеет никогда. К несчастью, вы должны настроиться на то, что с возрастом ему будет становиться все хуже». «То есть он будет болеть всю жизнь?» — спросила Ангела. «Перышко поднялось и коснулось ключицы врача. Да, именно так». «Когда мы сможем забрать его домой?» — спросила Ангела. «В данный момент ему придется остаться в больнице. Мы держим его на постоянных вливаниях, чтобы возместить недостаток фермента, которого ему не хватает». «Некоторые дети хорошо реагируют на такое лечение, но эффект, как правило, оказывается непродолжительным. В таких случаях вы сможете держать его дома в течение двух-трех дней. Как вам известно, в этой больнице вы можете и ночью быть со своим ребенком. Нам надо подобрать подходящие растворы». «Но вы только что сказали, что он будет страдать этой болезнью всю жизнь. Не может же он всю жизнь прожить в этой больнице?» — раздраженно, почти злобно спросила Ангела. «Большую часть жизни ему придется провести в больнице. Мы все сделаем для того, чтобы он хорошо переносил это вынужденное пребывание здесь». Доктор внимательно посмотрел на Ангелу, помолчала и добавила. «Дети с такой болезнью редко доживают до трех лет». Ренни взглянул на Ангелу. Поняла ли она, что сказал врач? Он взял жену за руку и легонько сжал. Ангела пустым взглядом смотрела куда-то сквозь врача, в какую-то свою невидимую вселенную. Рука ее была холодна, как камень с морского дна. Глава двенадцатая Ренни проснулся на рассвете. Спальня была залита мягким розоватым светом. Он не понял, почему проснулся так рано, но голова была совершенно ясная. Засыпал он беспокойно, мысли его кружились, как человек, заблудившийся в густом лесу. Ночью во сне с ним произошло нечто очень странное. Ему снилось, что он вышел из густого темного леса, зашел на высокую горную вершину и проснулся, купаясь в чистом, прохладном воздухе. Как же хорошо сейчас в спальне. Белое вязаное покрывало, аккуратно сложенное, висит на спинке стула. Юбка Ангела лежит на стуле, складки тяжелой ткани касаются пола, на стене матово блестит зеркало. Красиво, необычно, тихо. Ангела спит рядом, лежа на спине. Одеяло сбилось в сторону, ночная рубашка прилипла к телу. Могучая округлость огромного тела плавно поднимаются и опускаются в такт дыханию. Его хватило безумное желание. Он сбросил с себя пижамные штаны и приник к жене. Он вспомнил, как это было в первый раз, когда его тело жадно впитывало влагу ее кожи. Рейни услышал ее сонный рык. Рукой она попыталась его оттолкнуть и больно при этом ударила. Но это его не остановило. Он вцепился в нее, как зверь в добычу, но Ангела продолжала рычать и толкаться. Внезапно он ощутил, как напряглись мышцы ее большого тела, и в следующий момент оно было уже не под ним, а над ним. Ангела схватила его за плечи, приподняла и сбросила с кровати на пол. Казалось, Рейни разбудил мирно спавшего свирепого и страшного великана. Рейни пытался защищаться. Он заслонился рукой и постарался освободиться, но был бессилен перед этим бессмысленным гневом. Схватив за плечо и за волосы, Ангела сильно тряхнула мужа. Он ударился затылком о пол и почувствовал во рту вкус крови. Потом она снова приподняла его, но очевидно, это избиение ей наскучило, и она выпустила Рейни из рук. Он и не предполагал, что она так сильна. «Вот так!» — пробурчала она зло. «Теперь можно спокойно поспать!» Он услышал, как заскрепела кровать. Жена перевернулась на другой бок, потом снова улеглась, коротко схрапнув на спину. Через некоторое время послышалось ее ровное тяжелое дыхание. Ангела снова заснула. Рейни так и остался лежать на полу. От удара сильно болела голова, он замерз. Пол был страшно холодный, а Рейни был без штанов. Но он не мог заставить себя встать. Ничего, скоро взойдет солнце и в спальне станет теплее. Где-то наверху в теплой кровати спала Ангела. Дыхание ее постепенно перешло в храп. Рейни лежал на полу и старался стонать как можно тише, чтобы не разбудить жену. Зимой Бьярне стало хуже. Они уже не могли забирать его домой, и настоящим домом малыша действительно стала больница. Таким же родным домом стала она и для Ангелы. Каждый день она ездила в больницу и часто оставалась там до утра. Возвращаясь домой, она садилась к телевизору. С мужем она больше не разговаривала. По натуре они оба были немногословны, и их совместное существование не изобиловало беседами. Но теперь неразговорчивость превратилась в молчание. Все было хорошо. А когда все хорошо, то о чем можно говорить? Но им-то как раз было о чем говорить. Но проблема была так тяжела, что выразить ее словами было невозможно. Рейни с радостью поговорил бы с Ангелой, когда она возвращалась из больницы, но она сразу усаживалась к телевизору и принималась поедать жир и сахар. В лучшем случае она пересказывала то, что говорили ей врачи, или просто пожимала плечами. В ее молчании не было ни злобы, ни упрека. После той утренней вспышки ярости в спальне она больше не проявляла никакой агрессивности. Казалось, она даже не помнила, что произошло. Наверное, она сбросила его с кровати во сне. Обнаружив на голове Рейни шишку, Ангела сочувственно спросила, где он ударился. Он тогда пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Когда на следующий вечер он взял свое одеяло и подушку и собрался лечь на диване, она так удивилась и обиделась, что Рейни пришлось лечь спать на прежнее место. Правда, он всю ночь держался ближе к своему краю, не делая попыток даже просто прикоснуться к жене. Свой первый день рождения Бьярни встретил в больнице с отверстием в животе. Через это отверстие в желудок был вставлен зонт, через который кормили малыша. Кожа ребенка была сероватой, ручки и ножки невероятно тонкими, и вообще он производил впечатление не ребенка, а маленького привидения. Ангела купила для персонала огромный торт, а другой поменьше для себя и Рейни. У него не было ни малейшего аппетита, и Ангела съела торт одна. С тортом на коленях она сидела возле кроватки Бьярни и пластиковой ложкой запихивала себе в рот зеленые марципаны и сливки. Они пока еще снимали дачу, но практически перестали там бывать. Летом Рейни ездил туда пару раз, скосил траву и по договору кое-что починил в доме. Ангела с ним не ездила. Рейни с радостью остался бы на даче и дольше, но без Ангела он не получал от дачи никакого удовольствия. Впрочем, он и в городе теперь не получал никакого удовольствия. Общество Ангелы не располагало к веселью. Когда было тепло, Рейни гулял в парке. Там можно было побыть немного на людях, посидеть на скамейке возле детской площадки. Играющие дети притягивали его, словно магнит. Их загорелые личики, проворные тела, их громкие крики и смех бередили душу Рейни, как яд. Но ему нужен был этот яд, как лекарство против болезни, одиночества и ледяного молчания. Глава 13. Когда Рейни вернулся домой, там никого не было. Ангела, как всегда, ушла в больницу. Он приготовил себе поесть. Фасоль с томатным соусом и глазунью. За едой он принялся листать лежавшие на столе журналы Ангелы. Статьи рассказывали о случаях из жизни, что вообще характерно для такого рода изданий. Брались случаи не из жизни знаменитостей. Журналы рассказывали об обычных людях, которые преодолевали встречавшиеся на их пути трудности либо упорством, либо с помощью друзей, либо в результате счастливой случайности. Иногда истории были совершенно банальными. Познакомились двое одиноких людей, поженились и стали счастливы вместе. Или вдруг обнаруживается пропавший член семьи, который спустя много лет после долгих скитаний воссоединяется с родными. Рассказывали в журналах и о людях, страдавших смертельными недугами, но выздоровевших в результате какого-то необъяснимого чуда. Или о нищих обитателях домов презрения, выигравших многомиллионные суммы. Ангела любила такие истории о крайней нужде и сказочном благополучии, вероятно, потому, что при чтении вспоминала свою собственную историю. Правда, разница заключалась в том, что журнальные истории всегда имели счастливый конец. Обычно Рейни за едой бесцельно листал что-нибудь, газеты или журналы. В газетах были кроссворды, которые он с удовольствием разгадывал, так как все они были до смешного легкими. Вот и на этот раз он обнаружил в каком-то журнале кроссворд. Но тут его внимание привлекло одно слово, и он сразу забыл и о кроссворде, и о еде. Он прочитал название болезни Бьярни. Это было редкое заболевание, названное по имени его открывателя. Фамилия была иностранной и очень трудной. Странно, он никогда прежде не встречал это название, и вдруг обнаружил его в журнале «Ангелы». Речь в статье шла о мальчике, который страдал этой болезнью. Мальчик был не из Швеции, из Англии или из Америки. Болезнь его, по описанию, была очень знакома Рейне. В возрасте пяти месяцев у мальчика появились боли в животе и понос. Потом он утратил способность принимать пищу. Но мальчик выздоровел. Бразильский врач вылечил его лекарством, добытым из корня какого-то тропического растения. Это лекарство восстановило равновесие в организме ребенка, и ему постепенно стало лучше, он начал самостоятельно питаться. Сейчас мальчику четыре года, и он совершенно здоров. В журнале была и фотография мальчик во время болезни. Тощая тельца, подсоединенная к многочисленным трубкам. Вторая фотография. Ребенок в настоящее время, улыбающийся, здоровый карапуз, едет на трехколесном велосипеде с кошкой на багажнике. Там же была и фотография бразильского врача, обнимающего малыша, его мать, а также фотография того чудодейственного тропического растения. Ренни несколько раз перевел взгляд с текста на фотографии и обратно. Он несколько раз перечитал название болезни, чтобы удостовериться, что правильно понял написанное. В конце было сказано, что лечение очень дорогое, и деньги на него были собраны по подписке. Это была возможность. Это была надежда. Почему лечащий врач Бьярни ни разу не упомянула о такой возможности? Может быть, она просто не знает обо всех исследованиях в этой области? Но она же специалист. Впрочем, Бразилия далеко, и, может быть, это лечение было предложено совсем недавно. Ренни решил как можно скорее поговорить с врачом. Конечно, об этом надо рассказать Ангеле. Наверное, она не читала этот номер журнала или пропустила статью. Вернувшись домой и выслушав мужа, Ангела сначала ему не поверила. Пришлось открыть журнал, показать ей заголовок с названием болезни и фантастические фотографии больного и здорового ребенка. Ангела пристально рассмотрела фотографии и бессильно опустилась на стул. «Мы не можем питать иллюзии Ангела. В конце концов, это всего лишь один случай. Но, безусловно, нам надо поговорить с врачом, не так ли?» Она молча кивнула, и он ласково погладил ее по щеке. Ренни добился встречи с врачом на следующий день. Собственно, у нее не было времени на эту беседу, но Ренни был так настойчив, что в конце концов доктор согласилась встретиться с ним в конце рабочего дня. Ренни и Ангеле пришлось ждать почти полчаса, прежде чем доктор освободился. У нее были дела. Она извинилась за опоздание и открыла дверь своего кабинета. Вид у врача был утомленный. Губная помада стерлась, а черные, обычно тщательно причесанные волосы, висели небрежными прядями. Она терпеливо выслушала Ренни и взяла журнал, который он принес с собой. Ангела молчала. Сидела неподвижно и пожирала врача светло-серыми глазами. Доктор прочитала статью и вернула журнал Ренни. «Что вы об этом думаете?» спросил Ренни. «Вы не считаете, что болезнь Бьярни...» «Нет». Решительно ответила врач. «Это генетически обусловленное заболевание». «В будущем эту проблему, возможно, удастся решить с помощью генной терапии, но чудодейственной кори...» «Нет, нет». «Мне очень жаль разрушать вашу надежду, но об этой статье вы можете забыть». «Но ведь мальчик, о котором пишут в статье, выздоровел?» возразил Ренни. «Чудеса происходят. Они случаются очень редко, но случаются. Альтернативные методы лечения существовали всегда, и каждый может его испытать. Но шведское здравоохранение не занимается чудесами». «Но ведь можно поехать туда, в Бразилию. Тот мальчик был смертельно болен, когда его отвезли в Бразилию». «В любом случае, я не советую вам этого делать». «Как вы думаете, сколько это может стоить?» «Лечение в частной бразильской клинике? Плюс переезд и пребывание для вас троих?» «Не имею представления. Но это не меньше, чем несколько сотен тысяч шведских крон. Нам никто не может помочь. Ну, например, больничная касса или...» Доктор покачала головой и печально улыбнулась. Вечерело, когда они вернулись домой из больницы. Весь день шел дождь, но теперь тучи рассеялись, и выглянуло заходящее солнце, отражаясь в лучах своим красноватым диском. На улицах было тихо и почти безлюдно. «Мы можем продать машину, но этого будет мало», — сказал Рейни. «Ангела не ответила. Он посмотрел на нее и только сейчас заметил, как она посидела. Раньше это не бросалось ему в глаза. Это была некрасивая стальная седина темноволосых, а желтоватая восковая седина блондинок. И дело было не только в волосах. Кожа, голос, движения. Все существо ангела стало бледным и выцветшим, потеряло контуры и очертания. Словно неудачный акварель, расплывающаяся и теряющая форму и цвет. Рейни охватила паника. Он вдруг испугался, что ангела и стает, и растворится. Исчезнет, пропадет. Ему вдруг стало ясно. Если он потеряет мальчика, то потеряет и жену. Часть вторая. Спящий зверь. Глава первая. Одна из воспитательниц, молодая женщина с буйной копной рыжих волос, села на скамейку рядом с Рейни. Он уже давно знал, что ее зовут Бетина, потому что дети то и дело выкрикивали это имя. Дети обожали свою воспитательницу. Она много играла с ними, бегала с ними на перегонки, ловила их и подбрасывала воздух. Раскачивая качели, она строила уморительно жуткие гримасы. Рейни очень нравилась Бетина. Когда ей хотелось отдохнуть от качелей и беготни, она присаживалась на скамейку рядом с Рейни, закуривала сигарету и болтала с ним о всякой всячине. Это была открытая, искренняя и веселая женщина. А как она смеялась! На самом деле Бетина была не воспитательница. Она сама рассказала Рейни об этом. В детский сад ее направила биржа труда, и место это она считала временным. Рейни убеждал ее остаться в детском саду. Она так хорошо ладит с детьми. Но Бетина в ответ поднимала Рейни на смех. «Получить такое место? Да об этом можно только мечтать!» сказала она. Она рассказала Рейни, что ездила в Англию, где жила в одной семье, работая там по дому, чтобы выучить язык. «Ты говоришь по-английски?» спросил Рейни. «Да, говорю», ответила она. «Я хотел бы попросить тебя об одном одолжении Бетина. У меня есть сын. Он очень тяжело болен. Я написал письмо одному бразильскому врачу, который, возможно, сможет его вылечить. Письмо я написал по-шведски, хотя, конечно, его следовало бы написать по-английски. Ты не могла бы мне помочь?» «Я попытаюсь». Рейни достал из кармана письмо. Последние дни он все время носил его с собой, раздумывая, кто бы мог ему помочь. Бетина взяла порядком измятый лист бумаги и пробежала глазами текст. «Здесь есть пара незнакомых слов, но я посмотрю их в словаре. Сделаю все, что смогу». С этими словами Бетина сунула письмо в свой рюкзачок. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Я так долго искал, кто смог бы мне помочь. Спасибо». Рейни хотелось пожать ей руку, но она держала между пальцами сигарету, и он лишь неуклюже коснулся ее рук. Она улыбнулась, взяла сигарету в левую руку и сама пожала его ладонь. «Это же само собой разумеется, что я постараюсь тебе помочь», — сказала Бетина. «Так значит, твой сын болен?» «Да, он болен и очень тяжело». К ним подбежал мальчик со светлыми кудряшками, громко смеясь, схватил Бетину за руку. «Чему ты так радуешься, Себастьян?» Она подняла его, и он, состроив забавную гримасу, рассмеялся еще задорнее. Тем временем родители забрали почти всех детей. На площадке оставались только Себастьяна и еще пара малышей. «Себастьян!» — крикнул кто-то. У красного домика Рейни увидел молоденькую девушку. Мальчик снял красную курточку, отдал ее Бетине. «Спасибо, и пока», — сказала она. «Пока», — ответил мальчик и протянул к ней руки. Она наклонилась и обняла его. Девушка взяла Себастьяна за руку, и они ушли с площадки. «Неужели это его мать?» — спросил Рейни. «Она так молодо выглядит?» «Нет, нет», — сказала Бетина. «Это одна из его нянек». «Одна? У него их много?» Бетина кивнула. «Да, много». Его родители очень заняты на работе, им некогда забирать сына из садика. К тому же они часто ездят за границу, и тогда с мальчиком остается какая-нибудь девушка. У Катрин, матери Себастьяна, есть список безработных женщин, которым она может в любой момент позвонить. Если одна женщина не может, то Катрин звонит следующей по списку. Но в большинстве случаев женщины соглашаются, потому что Катрин очень хорошо платит. Если же им надо сходить на работу или ко врачу, или по другим делам, то они просят посидеть с мальчиком матерей, сестер или подруг. Они так делают, чтобы не отказать Катрин, которая чего доброго больше и не позвонит. У нескольких девушек есть свои списки, кому звонить в случае, если она не может сидеть с ребенком. Потом такая женщина получает от Катрин деньги и рассчитывается с теми, кто ей помогал. Платит так хорошо, что хватает на всех. Рейни смотрел на Бетину во все глаза. «Откуда ты это знаешь?» спросил Рейни. «Я сама была в списке Катрин», ответила девушка. «И мать соглашается на то, чтобы о ее ребенке заботились совершенно незнакомые женщины». Едва ли она вообще в курсе, кто забирает Себастьяна. «Знаешь, она, например, звонит из аэропорта и говорит, «Алло, я сейчас улетаю в Лондон. Не могла бы ты сегодня вечером побыть с Себастьяном?» «Делаешь это сама или просишь подругу. Работа-то не тяжелая. Забираешь Себастьяна из сада, приводишь домой и ночуешь с ним. Мальчишка просто прелесть, с ним очень легко. На следующий день отводишь его в детский сад». «То есть девушки остаются в квартире ночевать?» «Да, конечно». Бетина глубоко затянулась. «Многим это очень нравится. Представляешь? Провести вечер в центре». «Многие приглашают на вечер подруг или друзей. Прислуги отведена комната рядом со спальней Себастьяна. В комнате есть компьютер с выходом в интернет, с массой игр. Есть телевизор и видео. Можно позвонить в пиццерию и заказать пиццу. В общем, там нормально. Но в другие комнаты заходить нельзя. Впрочем, это и невозможно, потому что двери заперты, и есть охранная сигнализация. Это и неудивительно». «Я однажды была с Катрин в ее доме. Там полно старинных картин и всякого антиквариата». «Значит, ты в свободное время тоже иногда забираешь Себастьяна?» — спросил Рейни. Беттина покачала головой. «Нет, теперь больше не забираю». Она стряхнула на землю огонек сигареты, растоптала его ногой, потом встала и бросила окурок в пластиковую урну. Когда она вернулась к скамейке, Рейни сказал. «Мать знает, что девушки часто перепоручают свою работу другим. Для мальчика не очень хорошо, что няни все время меняются». Рейни был возмущен до глубины души. Катрин не волнует, кто именно заберет Себастьяна до закрытия сада. Лишь бы забрали. До остального ей нет дела. Однажды случилось так, что его не забрал никто. Я сидела с ним в саду до семи часов, а потом мне стало ясно, что-то не сложилось. Никто не подходил к телефону и не отвечал по мобильному. Я оставила сообщение на голосовой почте и забрала Себастьяна домой. Около двенадцати позвонил Юхан, его отец, сказал, что у них что-то случилось, и попросил оставить Себастьяна на ночь, а утром отвезти его в садик. Естественно, я согласилась. Себастьян чудный мальчишка. Храбрее его нет никого в нашем детском саду. Я вообще никогда не встречала такого отважного ребенка. Катрин и Юхан были мне очень благодарны. На следующий день они пришли за сыном вдвоем, а я получила изрядную сумму за труды. Они спросили, не могла бы я иногда забирать Себастьяна и отводить его к ним домой. Так я попала в список Катрин. Но ты говоришь, что больше его не забираешь. Нет. Когда я забрала его во второй раз, пришли две другие няни со своими друзьями. Им очень не понравилось, что я тоже была в списке, так как они считали, что это их работа. Они остались, уселись перед телевизором и включили компьютер, словно были у себя дома. Они ели и пили. Оставили в комнате пустые пивные бутылки и коробки из-под пиццы. Я с Себастьяном заперлась в его спальне, так как отвечала за него перед матерью. Утром мне пришлось убрать комнату, чтобы Катрин ничего не заметила. Но она, скорее всего, ничего не заметила бы, так как в ту комнату заходит только уборщица. Эти ребята нацарапали свастики и всякое такое на компьютерном столике. И я поставила сверху клавиатуру. Прежде чем уйти, одна из девушек сказала, что я могу записаться в их список, и тогда буду получать половину платы, а остальное давать им. Но когда Катрин спросила меня, не был ли в квартире кто-нибудь помимо меня, а я ответила, что нет. Эти типы были не очень-то симпатичны, понимаешь? Бритоголовые, в кованых сапогах. Когда Катрин позвонила в следующий раз, я сказала, что у меня нет времени. Рейни не хотел верить своим ушам. Беттина описывала ему настоящую мафию нянек. Рассказала она родителям Себастьяна о той компании. Беттина сжала губы и пожала плечами. Я намекнула Катрин, когда отказывалась. Но, думаю, она ничего не поняла. Она просто ничего не хочет слушать. Она не слышит, даже когда ей все четко рассказывают. А отец? Ему что, безразличен собственный сын? Беттина снова пожала плечами. У них, понимаешь, такая работа. Наверное, в такой жизни детям просто не остается места. Значит, им вообще нельзя было заводить ребенка. Они плохие родители. Рейни заговорил громче, чем допускали приличия. И так как Беттина ничего ему не ответила, взял себя в руки и успокоился. Меня это, конечно, не касается. Но очень жалко такого милого мальчишку. Мне кажется, он от этого не страдает, возразила Беттина. Он всегда очень веселый и приветливый. Иногда мне, правда, кажется, что он чересчур мил. Например, он всех обнимает. Мне кажется, это ненормально. Все-таки дети обычно сдержанно относятся к незнакомым людям. Тем временем родители забрали всех детей. Три воспитательницы складывали трехколесные велосипеды и другие принадлежности в красный домик. Беттина встала, чтобы пойти и помочь им. «Мне пора идти», — сказала она и надела рюкзачок. «Я постараюсь привезти твое письмо, но не обещаю, что сделаю это к завтрашнему утру. Наверное, мне понадобится пара дней. Я бываю здесь каждый день, если нет дождя». Глава вторая. Ангела сидела в гостиной, держа на коленях Бьярни. В последние дни малышу стало лучше, и врачи разрешили ему пару дней побыть дома. Ручка была туго перебинтована. Под бинтом в вене был оставлен катетер для вливания питательных растворов, чтобы не пришлось лишний раз колоть вену. С тех пор, как Бьярни появился дома, а это произошло вчера, Ангела не взяла в рот ни крошки сладкого. Собственно, она вообще ничего не ела. Просто сидела на диване и смотрела на Бьярни. Ребенку было уже два года, но он не выглядел на этот возраст. Кожа до кости. Большая голова и глубоко запавшие глаза. Именно так выглядел на фотографии тот мальчик до лечения. После того же, как побывал у доктора Перейры, он стал пухлым, разовощеким, здоровым карапузом. Рейни сидел на кухне, рассеянно перелистывал ежедневную газету. С кухни была видна прихожая и щель для почты. Он постоянно смотрел на эту прорезь, с тех пор, как отослал в Бразилию переведенное обетиной письмо. Ангеле он не стал ничего говорить, чтобы заранее не будить в ней надежду, возможно, напрасную. Рейни скользил глазами по заголовкам. Продолжается автоматизация банков. Новые наводнения в Великобритании. Филиппинские террористы потребовали выкуп за похищенных туристов. Сегодня он наугад схватил вторую часть газеты, посвященную экономике и внешней политике, хотя обычно читал только первые страницы. Но он не хотел упускать из виду почтовую щель только ради того, чтобы пойти за газетой. Он услышал скрежет старого лифта, остановившегося на верхнем этаже. Потом раздались торопливые шаги и хлопание крышек почтовых прорезей в дверях. Почтальон, спускаясь с этажа на этаж, разносил почту. Рейни отложил газету. В полном отчаянии он замер на месте, не отрывая глаз от поблескивавшего в темноте латунного квадрата на двери. Правильно ли он написал адрес? Дошло ли его письмо? Получает ли известный врач письма лично? Или их сначала просматривает секретарь? Не выбросила ли она его письмо в корзину? Знает ли доктор английский? Готов ли он взяться за лечение Бьярни? И сколько это будет стоить? Шаги почтальона слышались уже на их этаже. Прорезь открылась и снова закрылась с металлическим щелчком. Что-то упало на ковер в прихожей. Рейни соскочил со стула и бросился к двери. Это было письмо с иностранными марками. Рейни поднял письмо и пошел с ним на кухню. «Снова реклама?» — крикнула из гостиной Ангела. Они никогда не получали ничего, кроме проспектов и рекламы. «Да», — ответил Рейни, осторожно вскрыв конверт ножом. «Опять реклама». Письмо было написано по-английски. Внизу стояла подпись «Доктор Жозе Пирейро». Значит, врач ответил сам. В конверте находилась также брошюра с фотографиями, на которых была изображена современная больница, окруженная пальмами и цветочными клумбами. Были здесь и фотографии интерьера, одноместной палаты с балконом, больше похожий на номер в дорогой гостинице, а также групповой портрет улыбающихся врачей и медсестер в старомодных белых наколках. В пять часов Рейни уже сидел на сырой скамье в парке, подстелив пластиковый пакет. Дети обычно появлялись на площадке между пятью и шестью. Это был последний час. Родители, забиравшие детей после пяти, знали, что приходить надо на площадку, а не в сад, находившийся через улицу отсюда, если, конечно, не было дождя. Дождя уже не было, но днем был настоящий ливень, и между качелями и домиками блестели большие лужи. Небо было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, но дети все же пришли. На площадке находилась маленькая группа детишек в резиновых плащах, поверх которых были надеты неизменные красные курточки, словно красные фонарики, освещавшие серую мглу ненастного дня. Бетина пришла позже всех, неся на плечах маленькую девочку. На девушке был желтый дождевик, рыжие волосы она стянула в тугой узел. Иногда же у нее были совершенно фантастические прически. Видно, она сама получала от них большое удовольствие. Рене не хотелось сразу лезть к Бетине с письмом. У нее и так хватает работы. Он подождет, когда она сделает перекур. Но Бетина сама, едва сняв с плеч девочку, помахала Рене рукой и подошла к скамейке. «Ты получил ответ?» Во взгляде девушки сквозило любопытство. Рене кивнул и вытащил из кармана письмо. Бетина, потирая руки, села рядом. «Я волнуюсь!» Он протянул ей письмо, и она молча прочитала его. Он заметил, что рыжие волосы, собранные в пучок, были переплетены разноцветными нитками. Наверное, забава какого-нибудь ребенка. «Хочешь знать, что здесь написано?» Насмешливо спросил Абетина. Рене с трудом проглотил слюну и кивнул. «Ладно, ты готов?» Он снова кивнул. «Дорогой господин Ольсон, я очень сочувствую вам и вашему сыну. Как вы совершенно справедливо пишете, эту болезнь пока не лечат в обычных больницах. Единственное место, где ее лечат, это больница Святой Агнесы в Сан-Паулу. Лечение предусматривает введение РЦГ, концентрированного экстракта из корня ацетового кустарника. Вот как это оказывается по-шведски. Сначала внутривенно, а потом прерорально. Значит, через рот. То есть сначала в капельницах и уколах, а потом в порошках. Срок пребывания пациента в клинике составляет от 3 до 6 месяцев. После этого лечение продолжается амбулаторно. Лечение концентратом стоит 8000 долларов США. Пребывание в больнице 400 долларов в сутки. Боже мой! К услугам вас и вашей жены предоставляется номер в комфортабельном отеле рядом с клиникой. «Сколько стоит 1 доллар США?» спросил Рейни. «Около 9 крон». Громкий плач отвлек ее от письма. Какая-то девчушка упала в лужу. Беттина торопливо протянула письмо Рейни. «Одну минуту. Я вернусь и прочту остальное», сказала она и побежала к девочке. Рейни прикинул. «3600 крон в день в течение трех месяцев. Это... 335 тысяч крон, если хватит трех месяцев. Доктор-то написал, что от 3 до 6. 72 тысячи за лечение экстрактом. Да еще стоимость проживания в отеле для него и ангелы. Расходы на перелет? Да. Надо быть миллионером, чтобы платить за такое лечение». Ветер стряхивал с листвы крупные капли, и Рейни спрятал письмо в карман. У площадки притормозил автомобиль. Собственно, ему следовало бы припарковаться немного дальше, у тротуара, а не здесь, возле детей. Это был шикарный автомобиль. Рейни не знал его марки, но видел, что машина очень дорогая. Такие авто только по телевизору показывают. Из машины вышла коротко остриженная темноволосая женщина и торопливо пошла к горке, возле которой играло несколько детей. Несмотря на холод, женщина была без пальто, в рубашке, в узкую синебелую полоску, элегантных дорогих джинсах и туфлях с золотыми пряжками. Женщина была очень стройной и двигалась по-спортивному пружинисто. К женщине подошла Бетина. Рядом с шикарной дамой она выглядела забавно и немного нелепо. Узел на голове растрепался и стал похож на разоренное птичье гнездо из волос и пестрых ниток. Себастьян по очереди поцеловался с женщиной Бетиной, двоими друзьями, и вместе с женщиной пошел к машине. Автомобиль тронулся и отъехал. Бетина вернулась к Рейни и села на скамейку. Пошарив рукой в рюкзачке, она извлекла из него пачку сигарет. «Едва ли няне разъезжают в таких авто?» — язвительно спросил Рейни. «На Порше Карера 911?» «Нет, конечно». «Это была мать», — пробормотала Бетина с сигаретой, зажатой в зубах. Она продолжала лихорадочно рыться в рюкзачке. «Черт, у тебя случайно нет зажигалки?» «Я не курю, и тебе советую бросить эту дурную привычку». «Надо много чего бросать». «Вот она!» «Я уж думала, что забыла ее в садике». Она прикурила сигарету. «Кажется, мы не закончили с письмом?» Рейни достал его из кармана, протянул Бетине, и она прочла последние строчки. Там не было ничего интересного. Изъявления вежливости и подобные пустяки». Рейни снова сунул письмо в карман. «А, ну ты неплохо разбираешься в марках автомобилей, да?» Бетина рассмеялась. «Нет, этого я утверждать не могу. Но в одной экономической газете я случайно прочла, что это Porsche Carrera 911. В последнем номере была статья у Катрин и Юхани Гильфорс. Я заприметила эту машину, и когда выиграю в лоток кучу денег, куплю себе такую же». «Ты, значит, читаешь экономические газеты?» Бетина снова рассмеялась и отбросила с олба прядку волос. «Этого я тоже не берусь утверждать. Однажды, стою у газетного стенда, я увидела на первой странице одной из газет фотографию родителей Себастьяна. В ней я и прочла ту статью. В супермаркете есть прекрасный читательский уголок. Там можно взять с полки любую газету и без помех ее почитать. Я всегда читаю газеты там». Начал накрапывать дождь. Ириня встал и отправился домой. По дороге он зашел в супермаркет. Найдя газетный стенд, он взял с него экономическую газету. На первой странице красовалась фотография мужчины и женщины. Они стояли спиной друг к другу и смотрели в камеру, скрестив на груди руки. Это была та самая женщина, которую он сегодня видел на детской площадке. Темные волосы были на снимке еще короче. Прическа а-ля Жанна Дарк. У женщины было треугольное кошачье лицо и острый подбородок. Приятные черты лица и небольшой, слегка вздернутый нос и карие глаза. Вырезея блузки виднелось перламутровое ожерелье. В то время как Катрин производила впечатление стремительной изящной легкости, ее муж Йохан был воплощением тяжеловесности. Его лицо было почти вдвое больше, чем у жены. Скулы, подбородок и нос своей мощью производили впечатление почти звериной мужественности. На лице выделялись полные чувственные губы, волосы были гладко зачесаны назад. Стоя спиной друг к другу, муж и жена были похожи на дуэлянтов, готовящихся к поединку и прячущих в скрещенных руках пистолеты. Оба излучали непоколебимую уверенность в себе. Рейни перелистал статью, едва уместившуюся на двух страницах. Текст изобиловал такими выражениями, как «успех на бирже», «рецепт успеха» и «агрессивная стратегия роста». Он пробежал статью глазами, но понял только одно. Речь идет о двоих успешных людях, которые заработали очень много денег. Он внимательно прочел короткую справку об обоих героях, из которой узнал, что Катрин 34, а Юхану 38 лет, что у них есть пятилетний сын Себастьян. Катрин посвящает свободное время лыжному спорту и гольфу, а Юхан живо интересуется оперой. Катрин ездит на Porsche Carrera 911, а Юхан на Mercedes ML 320. Годовой доход Катрин чуть больше одного миллиона, а годовой доход Юхана чуть меньше двух миллионов. Общее состояние супругов достигает 28 миллионов. Это были большие деньги. Кроме того, Рейни слышал, что такие выкладки не всегда заслуживают доверия и что на самом деле богаты еще богаче, чем говорят, потому что укрывают свои доходы от налогов. Когда Рейни вернулся домой, там было пусто. На кухонном столе лежала изобиловавшая ошибками записка Ангелы. Бьярни стало хуже. Она взяла такси и уехала с ним в больницу. Рейни пошел в гостиную и сел на диван. Он не стал зажигать свет и не включил телевизор. Он сидел в темноте, смотрел на дождь и думал. Что-то должно произойти. И это что-то должен сделать он сам. Всю жизнь он был пассивным человеком и делал только то, что ему велели. Но теперь настало время действовать. Когда бледная и утомленная Ангела вернулась домой с тортом, в голове у Рейни уже зародился план. Он не стал пока ничего говорить Ангеле. Надо ждать. План должен был созреть и окончательно оформиться. Но слишком долго ждать было уже нельзя. Глава третья. Рейни сидел в соборе и слушал протяжные звуки органа и пения прихожан. Он все еще ходил в церкви на службы, хотя и не так часто, как доженитьбы. Ему нравилось скромное убранство храмов, светлое дерево сидений, мягкие цвета обивки. Он с удовольствием слушал голос пастора, но не вслушивался в слова и не вникал в смысл проповедей. Голос был важнее содержания, которое зачастую оказывалось на редкость банальным. Рейни не считал себя истинно верующим. Во всяком случае, он не верил в христианского любящего Бога. По его опыту, Бог был капризным созданием. Ему было совершенно наплевать на человеческие потребности. Но существовала же какая-то сила, которая действовала и влияла на все. Сила, которую он ощущал почти физически, как ощущают дуновение ветра или изменение температуры. Да, он еще ребенком испытал влияние этой силы. Было такое чувство, что кто-то брал его за плечо или удерживал за руку. Тот, кто это делал, всегда находился сзади. Но когда Рейни оборачивался, то за спиной у него никого не было. Это была устрашающая сверхъестественная сила, так хорошо описанная в Ветхом Завете, где она являлась то, как огонь в кустах, то, как пламенные буквы на стене, то, как голос во тьме. Когда учительница воскресной школы рассказывала эти библейские истории, Рейни склонял голову. Он чувствовал, понимал эту силу. Однако укращенный, смягченный вариант Нового Завета, где эта сила пряталась в человеческом теле, источающем святость, был чушь Рейни. Рейни мог бы поклясться, что, когда он увидел беспомощные попытки ангела попасть в рукав, его повлекло к ней. Но теперь, когда он понимал, каким решающим был тот поступок, он вспомнил, что ощутил в тот момент толчок в спину, побуждение подойти и помочь. Весь вопрос заключался в том, как называть эту силу. Для себя он называл ее очень просто — силой. Он ощущал ее повсюду, но особенно сильно в церкви. Но здесь сила была не такой, как в других местах. За стенами храма она была скрыта и наносила свои удары внезапно и неожиданно. Здесь же она присутствовала всегда, ежеминутно. Здесь она не била, но умиротворяла и успокаивала. Здесь он собирался с духом, накапливал энергию. Здесь сила впитывала в себя дремлющую до поры энергию. Здесь, в церкви, она была похожа на свернувшегося в логове могучего зверя. Рейни казалось, что он слышит его мерное дыхание. Это дыхание заставляло вибрировать пастельные цвета мозаики и трепетать огоньки свечей в круглых железных подсвечниках. Великая сила и власть были здесь. Сила, которая могла сделать человека счастливым или несчастным в зависимости от настроения. Но в церкви эта сила была нейтральна. Здесь царили несчастье и несчастье. Здесь царил безмятежный покой. Служба подошла к концу. Прихожане поднялись со своих мест и начали медленно выходить в центральный проход под прощальные звуки хорала. У последнего ряда скамей возник небольшой затор. Там люди оставляли на полках молитвенники. Рейни держал перчатку в той же руке, что и молитвенник. И когда подошла его очередь, поставил красную книжечку на полку. Когда он это делал, то по недосмотру уронил одну перчатку. Он наклонился и поискал на полу. Но перчатки там не было. Тогда он выдвинул из ряда книг молитвенник и заглянул вглубь полки. Но перчатки не было и там. Он пристально вгляделся в пустое место и заметил, что за молитвенниками была не стена, как можно было подумать, но деревянная планка, которая не давала книжкам упасть в зиявшую за полкой пропасть. Следуя внезапному побуждению, Рейни пошарил рукой за планкой и тотчас нашел там перчатку. Не желая задерживать других прихожан, он быстро отошел в сторону. Остановившись у колонны, он стал ждать. Когда место у полки с молитвенниками опустело, он снова подошел к ней. Теперь, когда все молитвенники были на месте, пустота за полкой оказалась полностью прикрытой. Рейни вытащил две книжки и сунул руку за планку. Там тоже оказалась полка, но уже, чем первая, и расположенная ниже ее. Кажется, теперь он понял, в чем было дело. Полость в стене была старой полкой, расположенной за спинкой последнего ряда скамей. По какой-то причине было решено сделать другую полку, более удобную, а старую полку скрыть за новой. Наполовину, когда полка была пустой, и совершенно, когда ее заполняли молитвенниками. Да, даже когда на нынешней полке не было ничего, старая оставалась почти невидимой, так как в полке было темно, и надо было сильно приглядеться, чтобы обнаружить за ней полость. Разрешив загадку исчезновения перчатки, Рейни пошел к выходу, но, сделав несколько шагов, он остановился и вернулся к полке. Вытащив несколько книг, он бросил перчатку в углубление, выждал пару секунд, потом сунул руку за полку и вытащил перчатку обратно. Рейни сам не понимал, зачем он это делает. Его поступок так напугал его самого, что он, не оглядываясь, поспешил к выходу из церкви. Выйдя на улицу, он оглянулся на церковные ворота. Покой внутри был нарушен. Могучий зверь зашевелился и царапнул его своей когтистой лапой. Глава четвертая. Они сидели на белых пластиковых стульях на узком балконе. На столе горели свечи в керамических подсвечниках. Наступил сентябрь. Дожди прекратились, сменившись теплыми солнечными днями. Перед ними внизу расстилался лук, роскошно зеленевший после прошедших дождей. Со стороны темного леса доносился аромат свежей хвои, грибов и осени. В течение всего лета они ни разу не были здесь вдвоем. Рейни разлил по чашкам кофе из термоса. Ангела взяла с тарелки слоеное пирожное, откусила кусок и принялась сосредоточенно жевать. Кусочек слоеного теста упал ей на свитер, оставив жирное пятно, но она этого даже не заметила. Потребовалось все его красноречие, чтобы заманить ее на дачу. Еще больше. Для того, чтобы заставить ее выйти на балкон, которого она не терпела из-за страха высоты. Но как бы то ни было, они приехали. И Ангела сидела на балконе. Рейни нравилось это место. Над ними возвышался конек крыши, дверь в темный дом была открыта. Рейни начал с того, что рассказал Ангеле о письме доктора Перейры. Он показал жене брошюру с фотографиями клиники Святой Агнесы, по которой Ангела скользнула равнодушным взглядом. «Он требует слишком больших денег», — сказала она, — «которых у нас нет». И принялась за следующее пирожное. Он ничего не возразил, и вместо этого стал рассказывать о Себастьяне, мальчике из парка, мальчике таком милом и красивом, и о его богатых родителях, которые бросали его на случайных девушек и их беспутных дружков. Он передал Ангеле рассказ Бетины о неприятных типах в кованых сапогах, которые бесцеремонно явились в дом родителей Себастьяна и нацарапали свастики на столе. Ангела продолжала жевать, уставившись на лес с пустым, ничего не выражающим взглядом. «Разве это справедливо? Эти самовлюбленные господа, думающие только о своей карьере и деньгах, имеют чудесного сына, красивого и здорового. А наш сын, Бьярни, не может ни бегать, ни играть, ни есть, как другие дети». Ангела продолжала пялиться на лес. Куда она смотрит? На улице уже темно, в лесу ничего не видно, как, впрочем, не видно и самого леса. Снизу лицо Ангела озарялось свечой. Он не был уверен, что она его слушает, но продолжил. «Ты не находишь, что мы могли бы найти деньгам лучшее применение, чем они, Ангела?» Он снял очки, протер их подолом фланелевой рубашки, которую надевал всякий раз, когда приезжал на дачу. Не меняя тона, он сказал, «Мы можем похитить их сына и потребовать за него большой выкуп». Не поднимая головы, он между тем продолжал протирать очки. «Получив деньги, мы сможем поехать в Бразилию, где Бьярни получит курс РЦГ. А родители Себастьяна, может быть, научатся, наконец, по-настоящему любить своего сына». Рейни посмотрел на Ангелу, но, так как он не надел очки, видел он жену очень расплывчато. Эта нечеткость и ее молчание вызвали у Рейни приступ страха, который он обычно испытывал перед больницей, боясь, что Ангела в один прекрасный день уедет туда и исчезнет. Он выдрузил на нос очки и немного успокоился, потому что снова стал видеть жену. «Ты поняла, что я тебе сказал?» — спросил он, наклоняясь к ней. «Мы можем его похитить». Она обернулась к нему и печально улыбнулась. «Я не шучу. Я говорю совершенно серьезно. Я все продумал. Похищение вполне возможно». В глазах Ангелы промелькнула неуверенность. «Надо всего лишь забрать его из детского сада, точнее, с игровой площадки. Его все время забирают разные люди. Когда этого не могут сделать няни, они посылают за ним своих матери или подруг. Ни Себастьян, ни воспитательницы никогда не знают, кто придет за ним в следующий раз. Он же идет с кем угодно, улыбается, позволяет себя обнять и идет. Я часто сижу там на скамейке и наблюдаю такие сцены. Если ты придешь и скажешь, что хочешь забрать Себастьяна, он сразу побежит к тебе. Персонал подумает, что ты мать очередной няни или тетка, или еще какая-нибудь родственница. Они же тебя никогда не видели. «И где же мы его спрячем?» — спросила Ангела. Она не скрывала скепсиса, все еще думая, что он неудачно шутит. «Естественно, здесь, на даче. Можно ли найти лучшее место? От города далеко, уютно и очень тихо. Мальчику будет здесь хорошо на природе. Мы можем ходить с ним за грибами. Помнишь, как много мы их нашли прошлой осенью? Надо будет купить игрушки и детские книжки, чтобы Себастьян не скучал. Он пробудет здесь неделю или около того. Потом мы получим выкуп и вернем мальчика родителям. Для него все это приключение будет не более, чем поездка в деревню к любящим родственникам. Потом мы говорим в больнице, что хотим забрать Бьярни на пару дней, а сами тотчас поедем в аэропорт». Было видно, что Ангела испугалась. Она поняла, что муж говорит серьезно. «Ты сошел с ума!» — невнятно произнесла она. Он ничего не ответил, давая ей время на раздумья. «Что будет потом, когда мы вернемся домой? Мальчик все расскажет, полиция нас арестует. Бьярни, может быть, и выздоровеет, но у нас его отнимут. А сами мы отправимся в тюрьму», — возразила Ангела. «Но мы не вернемся, Ангела. Мы будем жить в Бразилии, пока Бьярни будет лечиться, а потом поедем дальше. В США или куда-нибудь еще». «В Австралию», — сказала жена. Он удивленно уставился на жену. «Да, возможно. Почему бы и не в Австралию?» «Я всегда хотела жить в Австралии», — сказала Ангела. «Значит, поедем в Австралию. Я смогу открыть небольшую обивочную мастерскую, или мы вместе откроем маленькое кафе. За границей все просто. Это в Швеции все очень сложно». «Австралии так тепло и красиво», — вздохнула Ангела. Глаза ее сверкали. Он давно не видел в ее глазах такого воодушевленного блеска. «Значит, ты меня поддерживаешь?» — спросил он. «Отлично». «Ты придешь на площадку и заберешь Себастьяна. Я буду ждать вас в машине. Больше от тебя ничего не потребуется. Все остальное сделаю я». Она согласно кивнула. На балконе между тем стало прохладно. Ангела сняла колпачки из керамических подсвечников и задула пламя. Рейни отнес в дом кофейный поднос. Они легли в постель, хотя было еще довольно рано. Лежа рядом обсуждали свой план. Ангела задавала множество вопросов, так как боялась, что у них ничего не получится. Но Рейни отвечал на все вопросы. Он все заранее обдумал. «Осечки быть не может». Она внимательно его слушала. Хвалила за ум и находчивость, за обмен письмами с бразильским врачом. Он не сказал жене, что с переводом ему помогла Бетина. Когда он придвинулся к Ангеле и запустил руку под ее ночную рубашку, жена не стала противиться. Он немного подождал и начал действовать смелее, но она не оттолкнула его. На следующий день Рейни позвонил врачу Бьярни и спросил, нельзя ли взять сына домой. Мальчик чувствовал себя неплохо, и врач не стал возражать. Им дали специальную коляску, на которой было удобно возить больного ребенка. Сложив коляску и сунув ее в багажник, Рейни усадил в машину Ангелу с Бьярни на коленях и поехал в фотоателье, чтобы сняться на паспорт. Потом они отвезли Бьярни в больницу и оформили заграничные паспорта, после чего заказали билеты в бюро путешествий. На следующий день Рейни с Ангелой поехали в торговый центр, где накупили детские одежды и игрушек. Кроме того, они купили мобильный телефон и запас еды на неделю. Они бодро катили по магазину тележку и оживленно обсуждали покупки. Все было почти так же, как до болезни Бьярни. Глава пятая. Мысленно Рейни заранее обдумал, где припаркует машину, рядом с каким-нибудь жилым домом, где бывает мало прохожих. В тенистой и темной части улицы. Но, естественно, именно здесь не было ни одного свободного места. Рейни проехал мимо и объехал квартал. На большой стоянке у парка место, конечно, было, но стоянка располагалась слишком близко к детской площадке, и становиться там было бы неразумно. Объезжая квартал, Рейни подумал, не поставить ли автомобиль на соседней улице или даже на следующей, но решил, что отъезжать слишком далеко тоже не стоит, и уж тем более нельзя делать еще один круг, чтобы не привлекать к себе внимания. Но тут, словно по омановению волшебной палочки, освободилось место для парковки. Рейни заметил это в последний момент и затормозил так резко, что ангела, успевшая отстегнуть ремень безопасности, едва не разбила голову о ветровое стекло. Она ничего не сказала, но во взгляде ее проступило отчаяние. Она словно говорила мужу, «Если ты не умеешь толком управлять автомобилем, то как мы сделаем все остальное?» Он улыбнулся и постарался вести себя спокойно и уверенно. Он безупречно припарковался к тротуару и заглушил мотор. Они огляделись. Ангела была бледна, как матовое стекло. Из-под платка выбивалась прядь седых волос. Платок и зеленое пальто. Таково будет описание похитительницы. Толстая женщина средних лет в платке и зеленом пальто. «Правильно ли он делает, поручая ей это дело?» Но иного выхода не было, потому что ангелу здесь никто не знает. Все остальное он сделает сам. Но это решающее действие он вынужден предоставить жене. Он ободряюще ей кивнул. Она открыла двери с обычными своими стонами-вздохами, которые сопровождали все ее телесные движения, вылезла из машины и пошла по улице к площадке. Вот ангела свернула за угол и исчезла из вида. На тротуаре прямо возле машины остановилась женщина с двумя собаками. Он вообразил было, что она смотрит на него и хочет что-то сказать. Он уже собрался опустить стекло и спросить ее, в чем дело. Но потом увидел, что один из псов поднял ножку возле фонарного столба, и женщина ждет, когда он закончит свои дела. И смотрела женщина на собаку, а не на него. Он откинулся на спинку сидения и прикрыл глаза. Он думал о жизни, оставшейся позади, об уверенности, пассивности и приспособленчестве. Потом подумал о новой жизни, которая вот-вот начнется. Он мало что знал об этой жизни, полной риской и опасностей. Это будет совершенно новое бытие. Было такое чувство, что он повис в вакууме. Существовали только до того и после того. Но сейчас он находился в неопределенном промежуточном положении, висел в пустоте. Ум его работал четко и ясно. Он все прекрасно понимал и анализировал. Чувства обострились. Он отчетливо различал красную краску стоявшего впереди автомобиля, грязную стену дома, торчавшие из нее куски арматуры. Остро чувствовал запах автомобильных выхлопных газов. Звуки, однако, шуршание шин по асфальту, скрежет трамваев, шаги людей, казались далекими, чужими и незнакомыми. Он вспомнил, что такое же чувство испытывал, когда в первый раз стоял у двери квартиры ангелы, раздумывая, стоит ли звонить. Правда, он испытал нечто подобное и в раннем детстве, но подробностей уже не помнил. Наверное, это было, когда мать отдала его в детский приют. Из-за угла появилась ангела. Она шла к машине уверенным, целеустремленным шагом. Рядом с ней шел мальчик. Все произошло гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Как и было условлено, ангелы с Себастьяном сели на заднее сиденье. Рейни обернулся и улыбнулся малышу. «Привет, Себастьян», — сказал он, — «ты меня узнаешь?» «Я часто сижу в парке на скамейке и смотрю, как ты играешь». Мальчик кивнул. Рейни не был уверен, что Себастьян его узнал, но никакого страха ребенок явно не испытывал. «Как дела в саду?» — спросил Рейни, сдавая задом с узкой парковки. «Да так», — невнятно и сумрачно ответил мальчик. «Что ты сегодня делал?» — катался с горки, не отставал Рейни, удивляясь естественности своего голоса, незажатого и даже скучающего, как будто он каждый день забирал Себастьяна из сада. «Нет». «На горке они сегодня подрались». «Кто подрался?» «Виктор, Йонас и Эти». «Они тебя разозлили». «Нет, я просто туда не пошел и все. Не хочу с ними играть. Они все время задираются». «А Беттина их не ругает за это?» — спросил Рейни, «довольный тем, что знает имя воспитательницы». «Ругает, но они ее не слушают». «Ты играл с другими». Рейни посмотрел в зеркало заднего вида. Все было нормально, полицейские машины за ними не гнались. «Да, я играл в магазине с Софией и ее подругами. Выходили в супермаркет». «Как оказывается, просто похитить ребенка». «Да нет же, мы играли в магазин, прямо на площадке в домике». «Да, да, теперь я понял. В красном домике, да?» Рейни хотелось, чтобы и Ангела что-нибудь сказала. Неужели она молчала всю дорогу от детской площадки до машины? «Женщина, которая сидит рядом с тобой, моя жена», — сказал он. «Она не говорила тебе, как ее зовут?» «Нет». «Скажи ему, как тебя зовут, Ангела». Ангела рассмеялась, и когда он понял, что сказал, то засмеялся тоже. К ним присоединился и Себастьян. Он смеялся громче всех. «Ну вот, стало быть, ее зовут Ангела. Правда красивое имя?» «Да». «Оно означает Ангел», — добавила Ангела. «А мужчину, который сидит за рулем, зовут Рейни, что означает правитель?» «Правда?» — удивленно спросил Рейни. «Я этого не знал». Им пришлось довольно долго выезжать из центра. Масса людей ехала с работы, дорога была перегружена. Когда мальчика хватится? Няня придет в парк, и ей скажут, что ребенка уже забрали. Она подумает, что произошел двойной заказ и уйдет, решив, что кто-то попытался вторгнуться в зону влияния их мафии и лишить ее лакомого кусочка. Когда родители обнаружат пропажу ребенка? Сегодня вечером? Завтра утром? Может быть, они сейчас находятся в разных отелях, в разных европейских городах и думают, что Себастьян дома с няней? Что будет потом, когда завтра или послезавтра они вернутся и обнаружат, что в квартире никого нет? Что они подумают? Что произошла какая-то накладка? Они, наконец, выбрались из города. Реня прибавил скорости и выехал на автостраду. Сейчас мы поедем за город. Ты рад, не правда ли, Себастьян? Мы с Ангелой живем в маленьком домике в лесу. Мы знаем там одно место, где растут лисички. Об этом месте мы никому не рассказывали. Если хочешь, мы можем пойти по грибы. Внутри у него все сжалось. Сейчас он был похож на какого-то коварного типа из детской сказки, или на одного из злодеев, которыми пугают маленьких детей. Он обернулся, чтобы посмотреть, как ребенок реагирует на его слова. Нет, напрасно он волновался. Себастьян крепко спал на коленях у Ангелы. Длинные темные ресницы подрагивали во сне. Он улыбался, когда Ангела время от времени гладила его по волосам. Платок Ангелы заставил его вспомнить о собственных седых волосах, о бочках, сильно увеличивавших глаза. От этой мысли он невольно улыбнулся. Ведьма из сказки о Гензеле и Гретель и волк из сказки о Красной Шапочке объединились. Похитили светлокудрого малыша и везут его в свой лесной дом. Глава шестая. Приехав в домик, они приготовили, как и планировалось, макароны с рубленым мясом. На десерт было клубничное мороженое. После еды они показали Себастьяну, где он будет спать. Мальчику приготовили уютную комнатку на втором этаже. Ангела повесила на окно синюю занавеску с забавными медвежатами. На кровати сидели плюшевые коалы и гориллы из искусственного меха. На полке, укрепленной на скошенном потолке, стояли игрушечные автомобили, пазлы, книжки с картинками и коробки с цветными карандашами. Вместо торшера у кровати поставили модель детской комнаты, в которой сидел песочный человечек с зонтиком. Ангела играла с Себастьяном в детской арене, пошел мыть посуду. Покончив с этим, он осторожно заглянул в детскую. Ангела и Себастьян сидели на кровати, подложив под спину пестрые подушечки. Ангела читала мальчику, но он и сам был готов засыпать ее своими рассказами. Все шло как по маслу. Себастьян ни словом не обмолвился о том, что скучает по родителям или находит странным свое новое положение. Когда они показали ему комнату и сказали, что он недельку поживет здесь, потому что родители сильно заняты на работе, мальчик серьезно кивнул, словно соглашаясь на сделку. Мало того, он рассказал им о многих людях, у которых ему уже не раз приходилось жить. Наверное, у родственников и знакомых, поэтому новое положение его нисколько не смутило. В восемь часов Рейни принес зубную щетку с ручкой в форме крокодила и зубную пасту с фигурками зверей на тюбике. Ангела помогла Себастьяну почистить зубы и вымыться под душем, а потом Рейни завернул его в банное полотенце и отнес в кровать. Они сидели рядом с ним и ждали, когда он заснет. Ждать пришлось долго, так как мальчик, видимо, выспался в машине, а кроме того, его возбуждала новая незнакомая обстановка. Когда Себастьян уснул, они отправились на кухню, где пили чай и радовались тому, что все прошло так гладко. И Рейни и Ангела были едины в том, что происшедшее хорошо со всех сторон. Бьярни вылечится и выздоровеет. Себастьян переживет волнующее и приятное приключение, а чета Гельфорс получит урок отношения к ребенку. На следующее утро Рейни проснулся очень рано. Встав, он заглянул в детскую. Себастьян мирно спал. Рейни поправил на нем одеяло и вышел на балкон. Утро было холодное. На улице дул легкий ветер. Внизу расстилался изумрудно-зеленый лук, блестевший от росы. Рейни вдруг заметил, что отсюда, сверху, лук напоминал формой корабль. Четырехугольник, заканчивавшийся спереди заостренным носом. У Рейни появилось ощущение, что сам он стоит на капитанском мостике и смотрит на длинную зеленую палубу. Он оперся о балконные перила и наклонился вперед. Прищурив глаза, он посмотрел на лес, и иллюзия стала полной. Шелестевшие на ветру ветви деревьев создавали почти реальные впечатления движения. Да, он на борту корабля. Он, Рейни, стоит у руля. Он сыт по горло быть пассажиром своей жизни. Ему до смерти надоело быть игрушкой в руках других. Теперь он сам зашел на капитанский мостик. Слушайте меня, врачи, чиновники, эксперты. Я считаю, что вы плохо управляли моей жизнью. И теперь я беру управление и ответственность на себя. Вот он стоит здесь один. Ангела спит в доме. Она полностью доверилась ему. Вчера она сделала то, о чем он ее просил. До самого конца он боялся, что она дрогнет. Если бы она отказалась, то рухнул бы весь план. Но Ангела пошла на детскую площадку и привела ребенка. Она блестяще справилась со своей задачей. Теперь он, Рейни, должен доказать, что способен выполнить свои обещания. Он вернулся в дом, осторожно запер балконную дверь, чтобы не разбудить Ангела и Себастьяна, и спустился на первый этаж. Из кухонного шкафа он достал пару одноразовых латексных перчаток. Это были настоящие хирургические перчатки, тонкие, плотно обтягивающие руку. Он добыл их, когда посещал Бьярни в больнице. Коробка с перчатками лежала на столике в процедурном кабинете. И когда врач зачем-то вышла из помещения, он просто взял со столика перчатки и положил их в свой пластиковый пакет. Он надел перчатки и несколько раз сжал и разжал кулаки. Перчатки были как вторая кожа. В них он казался себе настоящим профессионалом. Потом он достал из шкафа набор почтовой бумаги, конверты и карандаши, купленные вчера на почте. Покупал он все это не снимая кожаных перчаток, а писать будет в перчатках резиновых. Никто не обнаружит на письме отпечатков пальцев. Сначала он хотел вырезать нужные буквы из газеты и наклеить их на бумагу, как делают все похитители, но потом решил, что это слишком трудоемкий способ. Лучше всего было бы напечатать письмо на компьютере, но у Рейни не было компьютера, да и пользоваться компьютером он не умел. Кроме того, если бы полиция его заподозрила, то у него изъяли бы компьютер, а он где-то читал, что все напечатанное на компьютере сохраняется в его памяти, даже если стереть документ. Он сел за стол и написал печатными буквами короткое послание. Чем короче, тем лучше. Ваш сын у нас. Вы получите его в обмен на сумму в один миллион шведских крон. Время и место передачи будут сообщены вам позже. Не сообщайте о происшествии в полицию. В этом случае все наши контакты будут прерваны. Он задумался. Как закончить письмо? Это было очень важно. Родители должны понять, что с ними не шутят. Он вспомнил рассказ Бетины о мафии нянь и о страшных дружках тех девушек и пририсовал внизу свастику. Откинувшись на спинку стула, он критически взглянул на написанное. Свастика получилась какая-то неправильная. В ней не было ничего угрожающего. Она была похожа на схематическое изображение безголового идущего человечка. Рейни повернул лист на 90 градусов. Так свастика выглядела немного лучше, более устрашающе. Он заново переписал письмо и нарисовал новую свастику. Внизу он приписал «Пост скриптум». Если вы свяжетесь с полицией, это станет нам известно. Рейни вложил письмо в конверт, заклеил его и приклеил к нему марку. Но использовал для этого влажную губку, а не собственный язык, так как где-то читал, что человека можно опознать по его слюне. На конверте он написал адрес Юхана и Катрин Гильфорс, найденные им в телефонном справочнике. Позавтракав вместе с Ангелой и Себастьяном, он поехал в город и бросил письмо в почтовый ящик на центральном вокзале. Только теперь он снял с рук латексные перчатки. Он не стал бросать их в ворну, как планировал изначально, а с помощью сломанного черенка лопаты затолкал водосток за каким-то киоском. Он вдруг вспомнил, что в одной из серий про инспектора Коломбо убийцу нашли по латексным перчаткам. На внутренней их стороне якобы сохранились отпечатки пальцев. Конечно, это был блеф, но то, что было блефом 20 лет назад, сегодня может оказаться реальностью. Наука движется вперед стремительно. Разве за ней угонишься? Наверное, можно установить, в какой почтовый ящик было брошено письмо, и тогда, надо полагать, полицейские обыщут и урну. Ренни ни в коем случае не желал рисковать. Протолкнув перчатки сквозь решетку водостока, он отправил туда же и черенок, распрямил спину и поморщился. Судя по воне, водосток, по-видимому, использовали как общественный туалет. Он посмотрел на заднюю стенку киоска, покрытую граффити. Кто-то черным фломастером намалевал на стене российские лозунги и множество свастик. Ренни смотрел на них и напряженно вспоминал, чем его свастик отличается от этих. И, наконец, вспомнил. У этих концы креста были загнуты вправо, а у его свастики влево. Он все же неправильно ее нарисовал. Глава седьмая. Когда Ренни вернулся домой, Ангел и Себастьян сидели на диване и рассматривали фотографии. В камине весело потрескивал огонь. — Это дом, в котором мы сейчас находимся. — Ты его узнаешь? — спросила Ангела. — А это мальчик, который раньше жил в этом доме. Правда, хорошенький? — Он совсем маленький, — констатировал Себастьян. Ренни вошел в комнату. — Да, но теперь он немного подрос, — снова заговорила Ангела. — Правда, не очень сильно. Он заболел и теперь не может сам есть. А если ребенок не ест, то он и не растет. Ангела подняла глаза. Ренни молча кивнул ей, показывая, что не хочет мешать их разговору. — А где этот мальчик сейчас? — спросил Себастьян. — Он в больнице. — Он там живет? — Да, сейчас он там живет. — Скоро он переедет в другую больницу, там его вылечит, и он станет здоровым, и тогда снова будет жить с нами. Ренни уселся в деревянное кресло. — Почему он заболел? — спросил Себастьян. — Это трудно сказать, — сказал Ренни. — Я тоже заболею. — Ты? — удивленно воскликнул Ренни. — Нет, ты не заболеешь. — Тут мальчик болел с самого рождения, а ты — нет. Ангела собрала фотографии и сложила их в ящик комода. — Все благополучно? — спросила она Ренни. — Да, да, — заверил он жену. — Пока все идет по плану. Он повернулся к Себастьяну. — Что вы делали, пока меня не было? Гулять ходили? Себастьян отрицательно покачал головой. — Мы играли в доме. — Мне кажется, что нам стоит погулять. Надевай сапоги, Себастьян. В лесу сыро. У меня здесь нет сапог. Вот пара сапог для тебя. Они совсем новые. Красные. Иди, примерь. Сапоги оказались великоваты. Себастьян был мал для своего возраста, и все вещи, которые они для него купили, были ему велики. — Чьими были эти сапоги? — спросил Себастьян, расхаживая в них по комнате. — Это твои сапоги, — ответил Ренни. Они совсем новые. Ты сам это видишь. Мы купили их специально для тебя. — Тогда вам следовало бы взять меня с собой в магазин, чтобы их примерить, — назидательно произнес мальчик. Ангела и Ренни рассмеялись. — Ты совершенно прав. — Ничего. Мы наденем тебе толстые чулки, — сказала Ангела. Она отошла к комоду и вернулась с парой толстых вязаных шерстяных носков. Опустившись на колени перед мальчиком, она сняла с него сапоги. — Держись за меня крепче, чтобы не упасть. Она надела ему на ножки носки, а потом обула в сапоги. — Вот. Так лучше? Теперь можете идти в лес. Ренни и Себастьян вышли во двор. Ангела осталась дома. Она не любила пешие прогулки. Ренни с Себастьяном свернули на одну из лесных тропинок. Эти тропинки никуда не вели и нигде не начинались. Может быть, это звериные тропы, — подумал Ренни. Они пришли на то место, где они с Ангелой в прошлом году набрали много лисичек. Но сейчас здесь не было ни одного гриба, хотя выпало много дождей. Может быть, дождей было слишком много. Может, они просто пришли не на то место. Они повернули к дому. Малыш комментировал все, что попадалось ему на глаза. Улитки, зайцы, дятлы и мухоморы. Было видно, что он не привык бывать на природе. — Ты когда-нибудь ловил рыбу? — спросил Ренни. — Нет. Тут неподалеку есть озеро. Мы можем завтра поехать туда и порыбачить, если хочешь. Рыбы там немного, но попробовать можно. Ангела уже приготовила еду, когда они вернулись домой. На этот раз, как и было предусмотрено планом на второй день, она приготовила обжаренные колбаски с картофельным пюре. На десерт были поданы яблочные пирожные с ванильным кремом. Пока Ренни и Себастьян мыли посуду, Ангела взяла мобильный телефон и позвонила, как обычно, в больницу. — Как у него дела? — спросил Ренни. — Примерно как вчера, вроде бы неплохо. — Завтра я поеду к нему, — сказал Ренни. — Я бы тоже поехала. Он вытер руки о передник и погладил жену по щеке. Они договорились, что она не будет показываться в городе, потому что полиция, вероятно, уже разыскивает женщину, похожую на нее по описанию. На следующий день Ренни извлек из сарая две удочки. Он купил их прошлым летом. Тогда он верил, что они проведут на даче не одно счастливое лето и будут ходить с бьярни на озеро рыбачить. Когда бьярни заболел, Ренни понял, что счастливого летнего отдыха уже никогда не будет и потерял интерес к удочкам. Они уже собрались выезжать, когда Ангела вдруг озабоченно посмотрела на Себастьяна. — Надо что-нибудь надеть на голову, — сказала она. — Светлую головку у озера видно за милю. — Мы поедем по лесной дороге, — возразил Ренни, — да и вообще осенью на озере никого нет. — Все равно мы наденем шапочку. — А у нас есть? Ангела поднялась на второй этаж и вернулась с красной вязаной шапочкой. В красное были местами вплетены желтые петли, а сверху был пришит зеленый черенок. — Ну, на что это похоже? — весело спросила Ангела. — На шапку, — серьезно ответил мальчик. Ангела и Реня, улыбаясь, переглянулись. — Ну, конечно. — А еще? Себастьян недоуменно покачал головой. — Тебе не кажется, что она похожа на землянику? — Я купила эту шапочку на рынке. Там были и другие, похожие на чернику и лимон. Но мне больше всего приглянулась земляничка. Тебе нравится? — Да, очень. — Я думала, что ее будет носить наш мальчик, когда немного подрастет. — Но тебе она очень пойдет, — сказала Ангела и надела шапочку на светлые кудри. — Но можно ли мне носить шапочку другого мальчика? — осведомился Себастьян. — Можно ли? — Думаю, что да. Наш мальчик скоро уедет в теплые страны, а там не нужна теплая шапочка. — Как ты красиво выглядишь! — восхитился Реня. — Рыба сегодня точно будет клевать. Они просто бросятся на крючок, когда увидят тебя. — Ого! Земляничка! Ням-ням-ням! И на крючок, чтобы скорее добраться до тебя. Но на самом деле приманить рыбу оказалось не так-то легко. Реня поймал только двух крохотных окуньков и бросил их обратно в воду. — Подрастите немного, потом вернетесь, и тогда мы вас поймаем! — крикнул он им вслед. — Растите быстрее! — подхватил Себастьян. Они продолжали удить дальше. Себастьян то и дело вытаскивал удочку, чтобы посмотреть, не поймалась ли рыба, и каждый раз у него запутывалась леска. Рене приходилось откладывать свою удочку и распутывать леску Себастьяна. Наконец мальчик убежал на скалы и начал делать там свои открытия. Рассматривая разных зверьков, мальчик долгие минуты просиживал над ними на корточках. Временами Рене окидывал взглядом берег, нет ли людей, которые могут их увидеть. Но берег был безлюден. Стояла ясная погода, небо над головой синело, как летом, рядом рос куст крушины. Листочки и ягоды выделялись на фоне темной воды, как растительный рисунок на мебельной обивке. У Рене клюнула еще одна рыба, снова окунь. — А когда же будет моя рыба? — спросил Себастьян и нетерпеливо посмотрел на свою удочку. — Скоро. — Но, может, и не будет. — Этого никогда нельзя знать заранее, — сказал Рене. — Но разве не должен каждый из нас получить свою рыбу? — Такого правила нет. — Но ты же поймал, хоть маленьких, ты поймал всю рыбу. — Это несправедливо! — с обидой в голосе крикнул Себастьян. — Да, — вздохнул Рене, — к сожалению, это так. Жизнь вообще ужасно несправедлива. Себастьян положил удочку на камень. Он больше не хотел ловить рыбу. Рене взял его удочку и принялся неторопливыми движениями сматывать леску. — Ужасно несправедливо! — повторил он тихо. Расхаживая по камню, он наматывал леску на удилище. Становилось прохладно. На озерную гладь легли длинные тени. Себастьян ушел в лес. Рене видел, как мальчик присел на корточке в омху и принялся что-то внимательно рассматривать. Красная шапочка горела на фоне зелени, как мухомор. Когда Рене смотал леску, мальчик неожиданно подбежал к нему и крикнул, «Я хочу еще ловить рыбу!» Такими же неторопливыми движениями Рене размотал леску и дал удочку Себастьяну. «Ужасно несправедливо!» — снова пробормотал он и, наклонившись к мальчику, потянул вверх застежку молнии на его курточке. Взяв Себастьяна за плечо, он ощутил под пальцами маленькие мышцы, сдрагивающие от нетерпения и переполнявшие их энергии. Рене оставил свою попытку и на несколько секунд представил себе, что Себастьян его сын. Они вместе пошли на рыбалку, стало холодать, и он застегнул сыну куртку. «Мой мальчик», — подумал он. Картина эта растаяла, и Рене стало стыдно. За весь день они не увидели ни одного человека, правда, один раз на противоположном берегу озера появился лось, пришедший на водопой. Видимо, животное страшно удивилось, обнаружив на озере людей, и поспешило скрыться между елями. Рене был удивлен не меньше лося. Он считал, что лося можно встретить только в сумерках, а не ясным днем, под синим небом и ярким солнцем. На Себастьяна лось произвел неизгладимое впечатление, и за обедом он только и говорил, что об этой встрече. Обед состоял из гамбургера с печеными яблоками и шоколадного пудинга со взбитыми сливками, как было предусмотрено в меню третьего дня. После еды Рене поехал в больницу навестить Бьярни. Малыш полулежал в кроватке, положив на одеяло тоненькие ручки. То и дело он слегка вздрагивал, словно хотел что-то с себя стряхнуть. «Как дела, мой маленький?» — спросил Рене. Бьярни ответил своим обычным лепетом, давая понять, что чувствует себя не так уж плохо. Он еще не умел говорить, хотя ему уже минуло два года. Врачи пока не могли определить, страдает ли он задержкой психического развития или нет. Некоторые, но не все дети, с такой болезнью ею страдают. Но не может же нормально развиваться ребенок, который целыми днями прикован к больничной койке шлангами и катетерами. К тому же бывают и здоровые двухлетние дети, не умеющие говорить. Тот мальчик в газете выглядел до лечения точно так же. Но после лечения в клинике доктора Перейры стал говорить и двигаться, как и его здоровые сверстники. Но действительно ли он выглядел до лечения, как Бьярни? Фотография была очень нечеткой. Рене вспомнил все симптомы, какие были у Бьярни. Помимо расстройства пищеварения и поражения кишечника, он страдал также почечной недостаточностью, размягчением костей, отставанием психического и интеллектуального развития и нарушениями слуха. Все это были типичные признаки его заболевания. Неужели все это можно вылечить одним единственным лекарством? Впервые Рене засомневался в успехе. Но, подумал он в следующий момент, если правда, что, как говорят врачи, все это заболевание возникло из-за поломки единственного крошечного гена, в крошечном плече какой-то хромосомы, то логично было бы предположить, что такую единственную поломку можно устранить одним единственным лекарством. Если причина болезни фантастически и смехотворно проста, то и лечение должно быть фантастически и смехотворно простым. Логика такого рассуждения убедила Рене. Он взялся за сухонькую ручку сына и погладил ее. Малыш ответил довольным лепетом. Изо рта его обильно потекла слюна. «Выглядит он довольно бодро», — сказал Рене старшей медсестре. «Да, в последние дни ему и в самом деле стало лучше», — согласилась она. «Мы бы хотели взять его домой, ну, если позволит его состояние». «Несомненно. Но сначала поговорите с врачами». «Мы хотим взять его в небольшое путешествие. Можно будет воспользоваться коляской, которую вы дали нам в прошлый раз?» «Конечно. Но помните, что в любой момент ему может стать хуже, так что не увозите его слишком далеко». «Нет, нет», — заверил ее Рене. Глава восьмая. Рене смотрел на помещенную в газете цветную фотографию смеющегося Себастьяна. Заголовок гласил «Кто видел Себастьяна?». Рене пробежал статью глазами. Газету он купил на заправке, а потом припарковался возле автобусной остановки, чтобы внимательно ее прочесть. Речь шла о неизвестной женщине, грузной в зеленом пальто и пестром платке, забравшей мальчика с детской площадки. Воспитательницы подумали, что это какая-то родственница мальчика, так как он охотно обнял ее и пошел с ней без всякого принуждения и сопротивления. С тех пор мальчик бесследно исчез. Статья заканчивалась призывом сообщить в полицию о мальчике и о подозрительных женщинах. «Значит, к этому делу подключилась полиция. Ну что ж, это вполне нормально. Когда кто-нибудь исчезает, родственники первым делом идут в полицию». Но в газете не было ни слова о письме. Это могло означать одно из трех. Полиция знает о письме, но не сообщает о нем журналистам. Родители по неизвестной причине не получили письма. Родители последовали его инструкции и сохранили получение письма в тайне. Учитывать надо все три возможности. Рейни вышел из машины, бросил газету в урну и поехал домой. Там он помог Ангеле развести в камине огонь, на котором они вместе принялись жарить колбаски. На следующий день Рейни поехал в ближайший супермаркет, так как не хотел каждый день покупать газету в одном и том же месте. Никаких особых новостей по этому делу не было, но статья занимала целых две страницы. За недостатком свежих фактов, репортеры обрушили свой гнев на безответственных родителей. Разве можно доверять ребенка случайным людям? Директор детского сада, женщина с большими, спиралевидными серьгами, которую Рейни ни разу не видел в парке, оправдывалась. Да, в саду поступали не по правилам. Правила предписывают, чтобы воспитатели заранее знали, кто будет забирать ребенка. Если за ним приходит незнакомый человек, то родители должны загодя поставить в известность персонал. Случай Себастьяна, однако, был особенным. Его всегда забирали разные люди. Сначала воспитатели каждый раз звонили родителям, и когда до них удавалось дозвониться, они говорили, что ребенка можно отдавать. Постепенно воспитательницы привыкли отдавать Себастьяну всякому, кто за ним приходил. Родители были согласны с такой практикой. «Нам это никогда не нравилось. Но что нам оставалось делать? Каждый раз брать ребенка домой?» цитировала газета директора сада. Репортеры взяли интервью и у Беттины. В газете ее назвали по фамилии «Линскскок». Она сказала, «Та женщина выглядела очень прилично и не вызвала у нас недоверия». Газета всерьез занялась проблематикой. Были опрошены директора других детских садов. Как они ведут себя в подобных ситуациях? Все директора, как один, пытались выставить себя в наилучшем свете, утверждая, что в их учреждении такое было бы попросту невозможно. Читателям задали вопрос. «Не боитесь ли вы, что вашего ребенка может забрать из сада совершенно незнакомый человек?» Родители, которые прежде, вероятно, вообще не задумывались над этой проблемой, вдруг проявили единодушную обеспокоенность. Во всех ответах повторялись слова. «Служебная халатность» и «Скандал». Газета явно нагнетала напряжение. К своему удивлению, Рейн не обнаружил, что в газете не было ни единого слова порицания беспечных родителей и нянек с их нацистскими дружками. Досталось только милой Бетине и ее коллегам. Рейн выбросил газету и поехал домой, к Ангеле и Себастьяну. Наступил вечер. На первом этаже никого не было, а со второго доносилось пение Ангелы. Она убаюкивала Себастьяна. Рейн остановился на лестнице и прислушался. Ангела пела «Мой чудный хрусталик». Пела без слов, но звонко и чисто. Стоя на лестнице и не видя Ангелы, он вдруг усомнился в том, что это поет Ангела. Настолько это чистое, божественное пение не вязалось с ее бесформенным телом и угрюмой молчаливостью. Правда, в последнее время она перестала быть молчаливой, а Себастьяна вообще была очень разговорчивой. Он не стал подниматься наверх. Мальчик, наверное, заснул, и Рейни не хотел разбудить его скрипом лестницы. Вместо этого Рейни вошел в кухню, достал из шкафа перчатки бумагу и ручку. Супруги Гильфорс за два дня имели возможность собрать деньги, и теперь настало время писать следующее письмо. Обдумывая содержание письма, Рейни шевелил затянутыми в латекс пальцами. Перчатки оказывали на него магическое действие. Невероятная эластичность, прозрачность, сухая присыпанная талька внутренняя сторона. Все это создавало впечатление вторых, позаимствованных у другого человека рук. Наверху чистый голос выводил теперь «Я знаю прекрасную розу». Решительным движением Рейни взял ручку и занес ее над листом бумаги, как будто это был скальпель, а сам Рейни готовился сделать разрез. Он медленно опустил ручку и написал «Вашему сыну». Хорошо, хотел он написать дальше, но в последний момент передумал и написал «Относительно хорошо», учитывая обстоятельства. «Мы освободим его, когда в соответствии с нашими условиями будет передан выкуп». Он обдумал несколько вариантов формулировки, но отбросил их и, подумав, остановился на следующей версии. День. Воскресенье. 24 сентября. Время. Деньги должны быть оставлены в условленном месте не позднее 11 часов. Место. Собор. Ниша за полкой для молитвенников. За ее левым краем. За последним рядом скамей. Сумма. Один миллион шведских крон в купюрах по одной тысяче крон в двух пачках. Условие. Ни полиция, ни другие люди не должны об этом знать. Положив деньги, вы должны немедленно покинуть церковь. Если вы будете неукоснительно следовать нашим инструкциям, то получите своего сына сразу, как только мы сочтем момент благоприятным. В противном случае вы никогда больше не увидите своего сына. Свастику он на этот раз нарисовал правильно.